Блин, сейчас уже палево. Поставили себе цель – уделать сплат. Тебя либо сожрут. Конкурент сплат, 151 товар. На пастах – 14. Больше половины их результата. Давай. Интересно. Мы просто не будем уходить в AutoStok. Бог SEO и бог рекламы. Только женская топ-1. Звучит амбициозно, но достаточно тупый. Товар, который нахер не нужен. Это бизнес. Бизнес с Китаем, это бизнес с Китаем. Высокая маржа – это тоже бизнес с Китаем. Слав, привет. Привет. Рад видеть. Взаимно. Друзья, всем привет. Это Слава. Я, насколько помню, давай перечислим твои регалии. Потому что сегодняшнее интервью, оно будет прям максимально полезное. Правильно? Ну, я только так и даю, собственно, информацию. Полезную. Да, у Славы очень большой бэграунд. Это топ-1 по запросам зубная паста. Правильно? Ну, по запросу зубная паста, да. И карточка, которая сделала в январе чуть-чуть меньше 10 миллионов артикула. Выручки. Одна карточка. При какой марже? Ну, это лучше не раскрывать, так как есть определенные отношения с партнером, но она очень хорошая. Это когда прям ты думаешь, молодцы, ребята. Да, и почему именно Слава сегодня у нас в гостях, потому что, точнее мы у Славы в гостях, потому что у нас есть общие знакомые, которые тебя называют прям бог SEO и бог рекламы. Что ж таки? Гуру SEO. Не сотвори себе кумира. Поэтому задача сегодняшнего интервью в первую очередь выжать прям максимально много из тебя полезного, потому что выкупы заблокировали, непонятно как продвигаться, а это делать необходимо. Спасем вас от печалей, связанных с тем, что нельзя больше делать нелегально, собственно, на площадке всякой серой движухи. Сделаем красиво, по-белому и эффективно. Давай самый простой вопрос. Ты в этой теме максимально шаришь, потому что я буду сегодня максимально, мне кажется, удивляться вещи, я эти тоже вряд ли знаю, по поводу рекламы. Вот краткая тема, как без выкупов продвинуться на текущий момент при условиях, что есть бюджет, есть хорошие деньги и при условиях, что этого бюджета нет. Окей, понял тебя. Давай прям вот по порядку начнем с того, что вот ты сказал правильную вещь, что у тебя такой-то бюджет или такой-то бюджет. В этом случае нужно задать себе, во-первых, это всегда, в любом случае нужно задать себе вопрос целей. То есть, если ты четко поставишь себе цель и декомпозируешь ее до шагов, то есть разложишь ее наоборот, то ты сможешь понять, насколько ты готов, допустим. Если ты, например, ставишь цель топ-1 по такому-то запросу, в такой-то нише, то дальше ты начинаешь оценивать ситуацию и понимаешь, что для того, чтобы ее достичь, нужно столько-то ресурсов, столько-то времени, условно, какие-то знания и так далее. И другое дело, если ты ставишь себе цель более сдержанную, например, не знаю, сделать норму прибыли с артикула, с каждого в своем кабинете. То есть, если ты хочешь не звезды с неба хватать, а у тебя более консервативная стратегия, в которой ты хочешь с каждого артикула зарабатывать по 100 тысяч рублей, например, чистыми, и тем самым это не значит, что у тебя артикулы, чемпионы, и их всего несколько в кабинете. Все зависит от цели. Да, цель. То есть, базово, давай представим, что у нас есть цель, и вот как раз их будет две. Такой прям амбициозный сценарий и сценарий, например, сдержанный, где денег немного, и цель не захватить мир, а там захватить район. Давай так, чтобы у нас не строили воздушные замки себе многие селлеры, начинающие предприниматели, самая большая ошибка и заблуждение, что если денег нет, можно спокойно через 3 месяца выйти в топ-1, в топ-10 даже, да, условно? Да, это заблуждение. Очень сложная конкурентная ниша. Сколько вы сейчас запускаете еще сумки, ты говоришь? Да, у меня сейчас вот прям в прямом эфире, можно сказать, вот буквально считанные мгновения, мы вот наконец-то дождались первую партию, мы заказали суммарно, сейчас скажу, 15-16 тысяч сумок. Вот сейчас в среду пришли все, вот сейчас мы активно начинаем движуху. Мы уже поняли, что часть какой-то херни взяли, как обычно бывает, когда ты только начинаешь в чем-то, какой-то нише, да, но неважно. Сколько надо тебе денег, вот давай на твоем примере как раз, сколько денег ты сейчас тратишь, чтобы вывести сумки на те позиции, которые ты хочешь, и какая у тебя цель у самого? Смотри, да, блин, здесь самый кайф заключается в том, что перед тем, как надо начать делать, ты должен как следует подумать над стратегией, потому что вот я сейчас нахожусь в таком очень клевом творческом аналитическом состоянии, когда я цель и стратегию ее достижения постоянно где-то кручу в голове. Я просто так сложилось, что развиваюсь все время, и вот, например, пару дней назад, до нашей сегодняшней с тобой встречи, у меня произошел жесткий инсайт, который меня сейчас привел к стратегии вообще другой. То есть я до недавнего времени, коротко, да, тебя введу в это такое творческое свое состояние, до недавнего времени отвергал вообще НДС-овский сценарий развития. Ну, когда компания у нас крупная, вам нужно... Да, да, да. Ну, просто, типа, представляешь, если ты находишься в режиме вот этого до НДС-ного движения, то ты себе что делаешь? Ты себе ограничиваешь амбиции сознательно, прикинь, просто срезаешь себе... Дробишь бизнес. Дробишь бизнес и рискуешь сесть на 6 лет, ну, вот такие всякие вещи, да, то есть эмоционально или физически не очень желательные, да, то есть ты, как бы, сдерживая свой потенциал, немного грустишь из-за отсутствия полной реализации, да. Если ты боишься за свою судьбу, если у тебя там семья, и ты боишься сесть, ну, соответственно, у тебя качество жизни меняется, правильно? То есть ты такой, блин, как бы не сесть. Вот. А когда ты идешь в НДС-овский сценарий развития, да, то у тебя в голове звучит что? Будет маржа меньше. Да, совершенно верно. Но лучше иметь 30% от миллиарда, чем 50% от 100 миллионов, да, грубо говоря? Ну, просто вот. В связи с тем, что амбиция не страдает, легальность абсолютно настолько бела и спокойна, что ты не просыпаешься в поту ночью, там, ох, что-то вдруг, мою дробежку кто-то распознает. То есть тебе вообще нормально. Но, и главный вопрос только заключается в том, что твоя стратегия, или, назовем это, точку приложения усилий, как вот мы сегодня уже с тобой, да, обсудили, да, то есть во что ты играешь? Должно, как, ну, знаешь, как бы, если ты играешь в маленькой песочнице, то там песка только, там, тонна, да. Если ты играешь в песочнице, в которой экскаваторы, то там тонны песка, и тогда ты такой, давайте построим реально клевый замок из песка, только мне нужно, чтобы их было сотни тонн. Так вот, НДСовский бизнес, сейчас это моя идея фикс, я придумал сценарий, схему, при которой я готов достичь своей цели и делать это, не ограничивая свои амбиции, не переживая вообще ни за что. Можно я чуть-чуть резюмирую, чтобы зафиксировать? Ты строишь белый бизнес, ты строишь крупный бизнес. На текущий момент я нахожусь в состоянии тестирования этого сценария. Блин, сейчас уже палево, у нас уже два юрлица, честно говоря. Но я прям осознал такой, ё-моё, я сейчас еще и в Калмыкии еду на следующей неделе. Как ты думаешь, зачем, да? Вот, то есть я такой, ё-моё, нахрена мне это? Но уже все заплачено, уже все. Те, кто думают, что однопроцентные регионы, льготные, да, для налогообложения, это что-то нелегальное, это не так, просто это все, ну, так или иначе, получается детская возня. Это все рано или поздно просто упирается в какой-то лимит, все равно. Ну да, да. И ты все равно должен будешь перейти, ну, начать работать так, как этого требует государство. В какой-то момент. Именно так. Иначе просто тебя либо сожрут, либо ты всю жизнь будешь просто шкериться по углам. Да, ну так как сейчас у меня есть все основания объяснить, почему у меня два юридических лица, точнее одно со мной связано, а другое со мной не связано, то в данном случае я нормально могу объяснить налоговую, почему так. Но дальше мой путь звучит, как я собираюсь достичь цели через белую схему, наверное, на следующий год я тоже цель буду ставить. То есть цель этого года натренироваться, наточить, собственно, свою стратегию, начистить ее до блеска, отточить все необходимые какие-то шероховатости, их, собственно, сгладить. И в следующем году заехать, ну, хотя бы миллионов в 20-30 чистой прибыли в месяц на направлении сумок, рюкзаков, кошельков. Ну, то есть все, что связано с темой... Специально для хранения женщин. Ну, да, да. Да и не женщин, уже и мужчин, и детей. То есть в целом, да, то есть вот сейчас сумки, это три с лишним миллиарда в заказах на текущий момент. За последний месяц... Мы сейчас к этому вернемся, я предлагаю, давайте еще раз фиксируем одну вещь. Друзья, сегодня мы вам показываем все цифры, потому что вы эти цифры любите. Слава их не будет скрывать, он покажет свои конверсии. Раз мы на него повесили клеймо бога рекламы, и нас не познакомил общий друг Саша Пашкович, между прочим, который делает миллиард, и они брали у Славы консультации. Ну, надо еще та Жору обязательно не забыть. Жора, Жора и Саша, два партнера. Как два неотъемлемых участника, их целостного вот этого союза. Бренд Бронкс. Да, да, Бронкс. Слушай, давай перейдем к цифрам. Давай. Можем ли мы их показать с тобой, открыть ноутбук сейчас? Давай, сейчас что нужно покажем, откроем. По поводу цифр, расскажи, что тебя интересует, я тебе все расскажу. Смотри, простой вопрос, тема сегодняшнего интервью, это как продвигаться в условиях блокировки самовыкупов, да? Какие ты используешь методы, и как раз давай с тобой разберем два метода. Это если у нас, опять же, есть деньги, и если этих денег не так уж и много. Какие точки усилия ты прилагаешь? Потом перейдем к кейсу твоих сумок, да? Сколько ты сейчас потратил денег, чтобы их запустить? И сколько ты откроешь на рекламу? Ну, наверное, лучше, если говорить о кейсе, о чем-то готовом, то есть, типа, вот, это, знаешь, как будто ты приходишь на кухню, и смотри, вот у меня здесь варится борщ, хочешь понюхать, как он будет готовым. Смотреть за процессом всегда интересно. Нет, я с удовольствием покажу. Давай глянем, потому что интересно зубная паста, интересны сумки, все интересно, давай смотри. Ну, это у нас просто, да, партнерство по зубным пастам и щеткам, это один проект, на сумке это вот моя сейчас новая любовь, мой новый путь, которым я вижу прям большой потенциал. Давай, давай откроем, посмотрим, очень интересно. Так, ну смотри. Это наша зубная паста, твоя. Это, ну, наша с партнером, одна из зубных паст. Паста у нас на текущий момент их четыре, некоторое время назад их было две. И вот как раз это тот самый случай, который можно назвать кейсом, который уже можно оформлять как готовый, собственно. Да, разберем на готовом. Да, потому что он на текущий момент достиг всех своих целей, все, которые мы перед ним ставили. Я к этому проекту присоединился в феврале 22-го года. Вот эта паста делала 200-300 тысяч в месяц выручки. И вот эта вторая паста делала что-то там 150-200. Ну, короче, все вместе. Сейчас результаты, ну, давай посмотрим. Давай, конечно. Значит, давай просто посмотрим. И на текущий момент, вот прямо сегодня у нас, какой, 11 июня, 30 дней, за последних 30 дней она сделала 7600. Это одна карточка. Да, вторая миллион 900, третья 2700. Кстати, вот это мое личное достояние, это, я прямо ее лоббировал, потому что это паста с прополисом. Я в 2010 году занимался медом и вообще очень люблю тему меда. И мы когда новые две думали пастой, вот партнер предложил вот эту ночную, потому что он эту подсмотрел ночную у биорепейера. А, соответственно, вот эту я тестировал. Я люблю тестить CTR, аудиторию там как-то всячески анализировать и так далее. Мы прямо тестили специально на сторонних ресурсах. У меня есть свои там, короче, заморочки. Я чем только не занимался. Поэтому у меня есть наработки. Очень люблю тестить CTR. Мне кажется, иногда я вообще-то еще просто и бизнесы делаю, чтобы что-нибудь там потестить, потому что иногда прям хочется это. И прополис – это то, что выбрала аудитория. Я в ней прям как бы не сомневался. У меня прям было понимание, что пасту нужно делать с прополисом. И она сейчас на втором месте. Она вторая, да, она появилась. Вот обрати внимание, смотри, мы сейчас делаем за последние 6 месяцев, например. И ты увидишь, что эти две – ночная и прополис – появились не так давно. Вот они. И прополис аккуратненько зашел и стал вторым. То есть это его ликвидность оказалась второй по эффективности. То есть первая эффективность – это отбеливание от чая, кофе, никотина. А вот эта история, она, собственно, заняла место. Ты сам шаришь в продукте круто. Ну нет, в продукте шарит партнер. Я – маркетинг и аналитика. То есть вообще во всех своих бизнесах, во всех своих проектах я люблю вот это. Я задрот, я люблю анализировать рынок, аналитику тех-сех, нюансов, продаж. То есть вот это моя тема. Искренне рекомендую тем, кто, например, структурно не понимает бизнес. Есть в бизнесе только три темы. Это продукт, это маркетинг и это деньги. Все, больше ничего в бизнесе нет. Ну понятно, что есть уже внутренние важные такие кластеры, как команда и так далее, финансы. Это все просто неотъемлемая часть. Но вот если у тебя нет маркетинга, продукта и нет денег, то бизнеса нет. Так вот в нашем проекте партнер – это продукт, то есть он тоже задрот, он и состав понимает. То есть я в химии понимаю примерно ноль. То есть поэтому в продукте он, в маркетинге, аналитике я. А деньги, как ты видишь, есть, как говорится. Заметьте, сейчас это уже второе интервью, где есть усиливающее партнерство, где партнеры друг друга усиливают. Один отвечает за маркетинг, как это было с бренда Бронкс, Жора за маркетинг и продвижение. Саша шарит за продукт, просто безумно его любит. А деньги просто сложили. А деньги сложили и получили готовый результат. Поэтому если у вас не работает голова, как физмат, вы не можете считать. У вас там не любите аналитику, не любите продвижение. Просто запартнертесь. Можно дать такой совет? Просто партнертесь правильно. Да, надо партнериться правильно, потому что партнер это своего рода как жена. Отношения с партнером очень похожи на вот эти, те самые близкие отношения. То есть очень важно полное доверие. Это и риск одновременно, да, когда ты доверяешь человеку, то если он условно там имеет тайный замысел, он, конечно же, может оказаться твоим, собственно, ну вот таким, да, как бы фактором. Поэтому между вами нужен брачный договор. Да, ну если честно, вот блин, я сейчас дам вредные советы. Звучит совет следующим образом. У меня все эффективные проекты, в которых у меня вообще никогда не было и нет проблем, не содержат документов. Не содержат. И забавно, но все проекты, в которых у меня были зафиксированные, есть проблемы. Вот как так получилось, я не понимаю. То есть знаешь, вот причем... Может быть ошибка выжившая. Ну может быть, но в общем я, конечно, первичным считаю, чтобы человек был хороший, да, то есть это прям самое важное. То есть если он профессионал, но плохой человек, я, естественно, с таким не буду делать бизнес. Если он хороший человек, но, например... Без хардскиллов, то он их может наработать. Да, прикинь, но типа хорошего человека нельзя сделать. Он либо есть, либо его нет. А научить, вот, например, я очень много в своих проектах выращиваю в команде какие-то скилзы. И с самого начала у меня практически нет профессионала в команде. Они в основном выращиваются специалисты сами там вот по ситуации. Так, давайте наконец оттенем. Да, про пасту. В итоге, что мы видим? Как давно пастя, сколько этому вашему проекту лет? Ну смотри, вот давай так. Я пришел в этот проект не с нуля. То есть партнер меня пригласил и уже с февраля месяца. 22-го года. Да, 22-го года. То есть на текущий момент мы имеем вот такую историю длиной 495 дней. И видим вот эти две замечательные пасты и вот эти две новые замечательные пасты. То есть вот так выглядела ситуация в самом начале. Если вдруг не очень это видно, то мы можем открыть просто ее. Например, это наша гордость. То есть за эту пасту, собственно, мы за ее результаты много сражались. У нас большой путь, очень много каких-то сложностей, таких проблем там и каких-то, в общем, интересных ходов. Но, в общем, на текущий момент она действительно ого-го. То есть она, во-первых, с февраля того года до текущего месяца сделала чуть-чуть меньше. 59-ти. Это знаменитые карточки, да. Это за чуть больше, ну полтора, полтора уже года, да. Но обрати внимание, да, вот выручка, да, то есть вот выручка была вот такая, да. В какой-то момент она достигала, ну был, по-моему, миллионы денек у нас, ну чуть меньше. Но вот сейчас она, в общем-то, прекрасно себя чувствует. И ее результаты сейчас чуть-чуть меньше, скольки, 8 миллионов за последние 30 дней, там 7 с чем-то. Но это офигенный труд. То есть это прям, это очень сложная ниша, во-первых. Задная паста. Во-вторых. Очень много монополий, давай сразу. Да, и вот мы заходим. То есть колгейт и вот эти вот. Смотри, ну колгейт, это только мы с тобой знаем. А здесь они такие, слышали колгейт? Ну слышали именно. Вот смотри, вот пасты и бренды в пастах. И вот мы открываем рынок и смотрим топ-3. Кто в топе-3? Биорепейр, Рокс и Сплат. Биорепейр не наш конкурент. Мы вообще не реагируем на их результаты, действия. Нам не интересно. Другой ценовой сегмент? Абсолютно. То есть одна паста стоит там 700 рублей плюс-минус. У вас такой лоу-сегмент? Да, у нас сегмент недорогих паст, и поэтому Рокс тоже не наш конкурент. Наш конкурент Сплат. И мы в самом начале, когда я вот в самом начале сказал, нужна стратегия. Нужна цель, и ее декомпозировать до шагов и строго им следовать. Естественно, будут сложности, придется корректироваться по ходу. Но, тем не менее, важно план. Мы в самом начале поставили себе цель – уделать Сплат. Насколько это получилось, давай посмотрим. Но, тем не менее, топ-5 – это на пятом месте мы с 14 миллионами на текущие 30 дней. Сплат с 26 миллионами на текущий день. Но парочку… Эти бренды можно показывать, если что. Да, конечно. Но более того, этот бренд скоро регенерирует в ВАУВИ, потому что это его трансплантация. То есть, он вообще был бонсай. Но мы развиваем общий именно один бренд ВАУВИ. И сейчас это ВАУВИ-бонсай, чтобы люди не пугались, что придет паста ВАУВИ, а она была бонсай. И сейчас она ВАУВИ-бонсай. Чуть-чуть мы людей, в общем-то, научим видеть ВАУВИ, а потом просто ВАУВИ. Ну так вот, важный прикол. Обрати внимание вот сюда. Товары с продажами. Смотри. Наш конкурент сплат 151 товар с продажами. У нас их 4. Это как троллинг, знаешь, такой типа. Смотри, подожди. Вы на 4 карточках? На 4 карточках делаем 14 миллионов. И это больше половины их результата. Да, а они на 151 карточке делают. Да, при этом всего у них их 1846, а у нас их всего 4. И мы на 4 делаем эти цифры. И это и есть эффект от правильной стратегии. Их было вообще 2. Подожди. Да. Стоим. Интересно. У меня появился вопрос. Хочешь, покажу тебе январь. Это будет еще интереснее. Вопрос в следующем. Ты говоришь про стратегию. Ты говоришь, что вы изначально пошли конкурировать со сплатом. Да. Тех двух конкурентов вы не брали. Четыре карточки. Какие ключевые действия вы сделали, чтобы с четырех карточек вы пришли к такому результату? Сейчас расскажу. И очень важно, если вы разбирали конкурента, что не сделал сплат? Отличный вопрос. Что не сделал сплат, чтобы прийти к этому результату? Ну, для начала покажу тебе январь, чтобы тебе совсем было весело. И совсем показалось, что это прям какой-то троллинг взрослых игроков рынка. Тридцать. Потом у нас посмотрят сплаты, они такие. А я уже, в общем, все уже рассказал на Impostats Expo. Так что... Это русский бренд? Да, да. Им двадцать три года. Двадцать три года. Ну, все же там консервативные. Смотри. Мы, правда, были на шестом месте, но у нас было две карточки. Мы сделали тринадцать. Тринадцать миллионов двух карточек. Двух карточек. Да. В достаточно сложной нише и вышли в топ-6. А сплатно на тот момент... Ну, он был третьим. Ну, двадцать восемь. То есть, ну, грубо говоря, мы сделали его половину уже в январе. Двумя карточками. И у него на тот момент сто шестьдесят одна карточка. У них, оказывается, даже, видишь, они еще и... Добавил. Ну, как бы, расфокусированы, были еще жестче. Сейчас они, типа, не сильно больше сфокусированы, объективно. Да, сто пятьдесят одна у них сейчас. И две тысячи двести всего. Ну, это прям... У меня есть вопросы. Но мы сейчас... Как маркетологам. Давай, ответим на этот вопрос. Да. Что вы сделали, что при каком результате, что не сделали? Что мы сделали? Давай, есть прям один общий ответ, а дальше детали. Окей? Окей, давай. Первый, знаешь, какой ответ? Мы херачили. Это первое. Знаешь, второе. Мы херачили по стратегии, которую выстроили с самого начала. Исследовали. Это уже чуть более подробный рассказ, да? А теперь еще более подробный рассказ. Давайте просто некоторые вещи покажу прям наглядно. Давай. То есть, что происходило, например, с некоторыми из этих паст. Давай вот возьмем вот эту, которая сейчас делает, хоть и никак, в январе девять с лишним. Семь семьсот. В принципе, тоже неплохо. Значит, и вот она у нас... Люди стали меньше зубы чистить. Нет, нет, нет. Мы просто стали ее дороже продавать. Значит, возьмем, например, ее действительно... Ну, такую вот эту... Просто важно понимать, да, чтобы не показалось, что я такой весь вообще просто пришел, придумал, что надо продавать пасты. Пасты уже куда-бедно продавались, а я подумал, что, пожалуй, надо бы как-то, да, вот, стратегию выстроить. Потому что были пасты с одной пастой, с двумя пастами в артикле, с тремя, с четырьмя, там, такие-сякие. То есть, как бы, вот, полный бардак. Мы просто выстроили стратегию вместе, построили ее и начали ей следовать. То есть, что, например, важно? Вот смотри, какие суперключевые моменты. Поехали. Смотри, вот, обрати внимание на цену. Как так получилось, что она стоила 187 рублей достаточно долгое время. И продажа была. И вышла уже на неплохие результаты, это же уже лето 22-го года, да, то есть, в целом, вот, обрати внимание, да, там, 50-70 тысяч в день, это неплохо. Фиксируем цифру. Подожди, прости, что это, профиксируем цифру. Цена 187 рублей. 187 рублей. Это какой месяц? Это июль? Ну, она вот, в принципе, можно сказать, что она, в общем-то, в этом диапазоне игралась до, внимание, до 10-го, до октября. Что же случилось в октябре? Что это за удивительная ситуация? Как ты думаешь? Вы подняли цену, и при этом у вас вышли продажи. Ну, подняли продажи. Так, так получилось. Это что ли Майя Кокопян с нами еще в партнерстве? Или что? Мы сделали... Давай, попробуем небольшую интерактивную часть с тобой. Как ты думаешь, что можно сделать, чтобы тебе совсем упростить задачу? 187 рублей, да? А теперь, давай вот более стабильно, 451 и продаж, как будто прям вообще еще... Ну, переупаковка продукта. Давай я буду называть, вы же говорите, давай, переупаковка продукта. Ну, нет. Нет. Давай, да, еще. Первый выстрел, еще давай. Давай туда мой под вопрос. Вы на это тратили деньги, ну, прям существенно много. Нет. Нет? Следующее. То есть, бюджет денег насыпали, нет. Ну, SEO. Ну, нет. Уже давно было SEO в порядке, как ты понимаешь. Вот там, вон, видишь? Смотри, у меня в голове просто какие-то инструменты небольшие, но которые эффективны. Там знаешь, что... Это инфографика. Ну, в смысле... Тоже нет? Упрощу. Там прям, знаешь, будем называть это уровень радикальных мер. Это прям выход за границы мышления. И сейчас я расскажу твоим как раз-таки подписчикам. Нужно будет просто осознать одну важную и простую вещь. Нужно иногда выходить за границы мышления. Так. Ага. Смотри, вот я переключился на другую. Назовем это вот эту вот, которую мы запускаем сначала и смотрим, если она выжила. Тогда уже обуваем эти все изменения на большую. Ну, потому что на тот момент даже, когда мы уже это делали, та младшая делала миллион-полтора, а старшая уже 3-300. То есть, сам понимаешь, типа, на ней проверять все, типа, выпить из бокала сначала. Лучше той, которая, если отъедет, то не так жестко. Обрати внимание, и вот твоя отгадка. Что с ней произошло? Как ты думаешь? Найди одно отличие. Просто одно. Ты сейчас про визуал? Ну, в философии больше ответа, чем в визуале, но визуал поможет ее понять. Что здесь? Это было, это стало? Это было, это стало. Хороший вопрос. Подожди. Вот интересно, да. То есть, он настолько очевиден, после того, как ты узнаешь ответ, ты больше не сможешь быть прежним. Но вот интересно. Ну, просто боль чуть-чуть другая. Отбеливание, восстановление? Нет. Нет? Вообще. Копай прямо радикально, чтобы прямо такой, типа, это как, знаешь, это как в Таиланде, да? То есть, вроде девочка, а вроде и мальчик. Две штуки? Две штуки, прикинь. То есть, мы поняли, что нам конец, если мы не решим так радикально вопрос, потому что комиссия растет, доставка становится дороже. 187 рублей, когда доставка 70 рублей, это конец фильма. Валбай закончится от гайки. Да, прикинь? То есть, ты просто, то есть, ты когда такой, ты спросил про Мажу вначале, вначале было бы стыдно сказать, а сейчас просто не хочется раздражать некоторых людей. Вот. Но, понимаешь, когда у тебя была одна паста, а теперь их в блистере две, то ты просто повышаешь цену, потому что их две. И больше ничего. И тогда мы сделали прямо, я это назвал прям таким, знаешь, эквилибристическим трюком. Мы отправили ее в Out of Stock впервые в жизни. Мы вообще, вот ты спрашиваешь про, что сделали мы и что не сделали конкуренты. Мы к этому подойдем, но уже есть подсказка, мы впервые в жизни ушли в Out of Stock на один день, но сознательно. Мы распродали весь товар. У этой карточки, скажем, назовем это такой некрасивой подруги, ну или давай, тренировались на кошке. Мы на этой кошке условно распределили, точнее ушли в Out of Stock, вот видишь, впервые в жизни она в нуле. А дальше, смотри, в этом моменте и кроется ответ. Смотри, пау, она приехала на двушечках уже и стала дороже. И буквально вот эти микродействия, знаете, в дне двух дали нам понять, что ВБ вернули нам более-менее позиции, чуть потурбулировало нас. И, соответственно, ВБ такой, нифига себе, у вас выручка пошла расти. Смотри, пау. Буквально через день. Ну, потому что люди такие, ну ладно, окей, две, так две, похрен, давай две. Они же стоят даже еще дешевле. Мы даже специально сделали на это время безопасную, такую комфортную цифру. 199 на тот момент было, стало 299. То есть, типа, вообще даже супер выгодно стало. Но выручка-то выше, ВБ это видит и такой, блин, класс. Ну и поднимем вас выше. Да, у нас была куча гемора из-за этого. Стоп, подожди, чуть-чуть не укладывается в голове. Полетели в Out of Stock. На один день. Да, дефицит товара произошел. Нет, нет, просто хотели... Ну, нет, это намеренно, ну, в смысле, как факт, дефицит товара. Ну, чтобы распродать единички. Единички. Все, распродали. У вас 0. Да, процент выкупа 99, то есть, все, возвратов нет. Да. Что вы делаете? Вы завозите эту пасту, поднимаете цену. На следующий день мы завозим уже эту же пасту, но как двушка. Ну, да, 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 да. Все, и просто поднимаем цену. А как здесь алгоритм в образе сработал? Или он никак не сработал? Он никак не сработал. А, просто ты говоришь, что... Мы вернулись и просто подняли цену. В Б такой, ну, окей, будут покупать люди? Они такие, да, мы покупаем. Потому что какая им нахрен разница, одна или две? То есть, когда им 50 паст предложишь, они не будут покупать, это дорого. Давай зарезюмируем. То есть, чтобы... Да, первое грандиозное действие. Сделать две пасты. Сделать товар, грубо говоря, дороже, чем он был до этого, но как-то хитро. Ну, то есть, представь, допустим... Ну, найти причину, и причину объективную, и с точки зрения... Не знаю, положить в комплект 5 насадок чего-то, а не две, как было. Это же уже даст ему дороже, правильно? Ну вот. Или положить две, а не одну. Или положить 300 миллилитров или 500. Нет, подожди, но это такая прописная истина, которую просто используют не все. Нет, никакой прописной истины. На самом деле, это очень стрёмный трюк, который мы, например, делая, не знали, что из этого выйдет. То есть, хрен его знает вообще. Хорошо. Это то, что вот, отвечая на вопрос, что вы сделали, чтобы с четырех карточек сделать выручки в два раза меньше, но при этом с четырех карточек, чем ваши конкуренты со 150 карточек. Ну, давай так. Две последних, они просто диверсифицировали эту всю конструкцию. На двух стремновато. Одна ножка отваливается, дальше ты на одной скачешь, это ненадежно. Четыре – это надежно. Да. Все. А это уже трюки пока с двумя. То есть, мы, представляешь, да, вот у нас есть поменьше делает и много делает. Та уже, которая много, она уже была участницей топа 10. Та, которая младше, она там топ 20. Но весь трафик в зубных пастах наверху. Но это же, ну да, понятно, что… И мы топ 1 сейчас. Но это же не… Ты хочешь сказать, это основная причина, две пасты? Ну, это одна из радикальных причин. Радикальных, хорошо. Что было еще? Зафиксировали. Это маркетинг, грубо говоря. Ну, смотри. Паркетинговое решение. Это прям, блин, это такой… Который не сделал рынок. Это хирургический маркетинг. Прикинь, вот просто вдумайся, что у твоего товара, допустим, ну или у чьего-то товара может быть врожденный порог. То есть, он такой, я не могу быть интересен, потому что я серо-бурмалиновое платье. Прикинь, а ты такой берешь. Я даже не знаю, честно говоря, объективно не люблю документы, оферты, вот это все не особо читаю. Я не знаю, можно так сделать или нет. Ну, видимо, не проблема. Понятно, что периодически люди… И конкуренты так никто не делал до вас, не продавал дверь. И так никто и не сделал до сих пор. До сих пор. Но смотри, в чем прикол. Ну, представь, что, допустим, если взять опыт Амазона, к примеру, я не хочу сейчас на всякий случай, если вдруг еще меня назовут там каким-нибудь отцом Амазона, там отцом Сео, там. Я просто люблю все, что делаю. Поэтому эксперт, вот это отец, там царь, там это все вот… Я вообще класс, с удовольствием, но я про что? Сейчас не подумайте, что я еще и про Амазон что-то знаю, на всякий случай. То есть, а то вдруг умным покажусь еще человеком. Короче, в Амазоне, ну, я просто периодически за ним поглядываю и собираюсь, естественно, туда отправиться. Там объективный тренд увеличения емкости товарной. То есть, допустим, там, где раньше было три пары носок, теперь уже продают много, сейчас уже 12. Это я говорю про ВБ. На Амазоне продают уже там условно кейсы давно с носками там на 50 лет. Ну, условно, я утрирую, да? То есть, раньше продавали гель для стирки там условно литровый, двухлитровый, сейчас уже продается пять. Понимаешь, о чем я? То есть, в связи с этим нельзя сказать, что мы просто взяли и маркетинга насыпали. Нет, это прям бизнес-решение. Это прямо, будем называть, это хирургическая операция, которая этот же артикул раньше бывшей единицы взяла и переделала. То есть, ей прям кости вытащили, вставили новые, они срослись. Да, смотрите, в глазах пользователей многих это, возможно, покажется достаточно каким-то простым решением и ничего радикального нет. Но по факту это реально сильное изменение в продукте и вообще в стратегии продаж. Это сменило вашу стратегию. Это поменяло вашу маржу и при этом вы остались на ПУ в условиях изменения маркетплейса, что вау-брис повышает. И еще пошли дальше расти. Да, сейчас к этому придем. Идем дальше. Второе решение. Давай вот по крупничкам пробежимся. Искренне считаю, что в большинстве случаев людям мешают расти даже не технологические какие-то открытия, а в голове ограничения. Все ограничения в голове. То есть, например, иногда даже амбиции мешают, которые не растут. То есть, типа, люди, которые тусуются в ДНДСовском сценарии, их, наверное, устраивает. Но ведь круче делать грандиозный бизнес. Но для этого нужно хотеть его делать. Поэтому, например, философия здесь хоть отчасти и не сильно участвует, но есть понятие... Хотя, не знаю, есть ли она. Люблю просто придумывать эти понятия. Так вот, я называю это концепцией «Царь». Социально значимая величина в рынке в каком-нибудь, например, с точки зрения количества отзывов. То есть, в какой-то момент мы приняли для себя решение стать лидером в социальном смысле этого слова. Подожди. Объясню, смотри, объясняю. Вы просто хотели... Это товарка. У вас цель получить большое количество отзывов, грубо говоря. Давай простую сделаем. Ну, объективно, смотри, давай представим, что товарка – это достаточно часто рынок более-менее импульсных товаров. Когда покупают, не сильно морочась на эту тему. Ну, понятно, что, условно, если средство какое-то или товар граничит с риском для здоровья, естественно, его выбирают внимательно. Но, тем не менее, нередко что нужно? Да чтобы отзывы были, да? А представь, у тебя отзывов 10, а у меня 10 тысяч. Объективно, если даже мы рядом с тобой встанем, люди такие, блин, при всем уважении, здесь так социально надежно, что я не пойду в этих новых экспериментах участвовать. Хорошо, отзывы. Да. Это еще одна... Еще. Давай так, отзывы – это глобальная цель, ну, более-менее глобальная. Как более детально вы к этой цели пришли? Очень просто. Здесь просто... Не-не-не, смотри, все просто. Давай, вот мы берем вот эту карточку нашего чемпиона, опять возвращаемся, и ты сейчас увидишь ответ. В какой-то момент, сейчас вот перед тем, как я это включу, тебе покажу, мы просто решили стать лидерами, будучи не лидерами социального доверия. Отзывы. Чтобы у нас отзывов было больше всех. Классная тема? Ну да. Вот она. Просто поставили цель. Смотри. Пау! Мы стали. Вот этот день, вот он, 17 ноября. У нас отзывов 4872. Окей, нет, круто. А что мы сделали? Опция появилась, наконец-то, на тот момент, очень-очень свежая была. Скреплять карточки, склеивать их между собой, уже существующие. А, и отзывы просто... И мы просто такие, слушай. И это тоже было рискованно. Мы же не знаем, как себя поведет карточка лидер. А вдруг ее начнет обкромсать, обгладывать ее вот эта соседка, которая, ну-ка, дай-ка мне свои продажи. И начинает, например, ее, как в банке с крабами, ее тянуть вниз. И они вместе все несутся в преисподнике. Хорошо, вы объединили карточки. Мы объединили карточки. Стали на тот момент, вот смотри, ноябрь. Хочешь, я тебе покажу? Значит, заходишь в пасты. Заходишь в пасты в ноябре месяце того года. И смотришь просто в МПС. Есть возможность увидеть лидера, просто отсортировать по отзывам. Да, это называется единственный комментарий. Так вот, смотри. Количество отзывов лидера рынка. Вот оно. Кто же это, интересно? А это мы. Но мы такими не были. То есть 11 ноября, да, я сказал? Или какое там было? Какое там было число, не помнишь? Октябрь. Дождь, 17 число. То есть на 17 число, давайте я покажу, лидера 17 ноября. Прям вот поднюю. 16 тогда получается, если 18 уже стали. Давай так, 16 это мы не были. Да, да, да. Вот смотри, 16 число. Вот кто лидер рынка по социальному признаку. Ну-ка посмотрим. 4600. Оу. А это не мы. Это мы даже не близко. Мы пятые. То есть вы в один день. Да, и мы такие, ну, собственно, я это назвал, помнишь, фильм Иван Васильевич меняет профессию, он так скромный, царь, очень приятно, царь. Мы так представили 17 ноября. Выглядело это вот так. Пам. Здравствуйте. Два царя. Подожди, ну это такие, это такие, все, что ты это сейчас сказал, это, знаешь, гениальное просто есть фраза. Только такое и гениальное, понимаешь? И работает только оно. Если твоя идея просто охерительно сложная, то ты сам в ней закопаешься, сам в ней заблудишься. И еще из-за того, что она сложная, не захочешь ее делать. А здесь лежит сразу ответ на один из вопросов, который ты задавал, давай я его тоже начну отвечать. А что же конкуренты не сделали? Давай зафиксируем сначала. Первое решение, это радикальные изменения, грубо говоря, ну слушай, я же тогда сказал переупаковка продукта, по факту это и есть переупаковка продукта. Ну пусть так. То есть вы переупаковали продукт и по-другому его начали продавать, в принципе, это первое. Ну нет, все-таки. То, как не сделали конкуренты. Давай так, мы сделали так, чтобы было обосновано в два раза дороже. Ну да, но это переупаковка продукта получается. Нет, ну чтобы главное не запомнили, а то вдруг люди такие, надо просто переупаковать его в другую упаковку. Нет, нахрен, нужно просто сделать так, чтобы он стал обоснованно дороже. То есть положили туда в комплектацию что-то, что добавило его ценности. И он такой, ну 2000 это нормально. Да, я имею в виду переупаковка в паню преподнесения потребителю. То есть вы его преподнесли. Да, да, конечно. То есть философски, пожалуй, переупаковка такая, знаешь, типа бизнесовая. Перевел, переупаковали. Потребительская, да. Второе. Стали лидерами рынка по социальному доверию. По отзывам. Да. И то есть у вас прям была цель изначально. Да, да. То есть это не так, что, ребят, когда вы такие, так, мы хотим просто больше отзывов. У Славы стояла прям конкретная цель, мы хотим быть самыми крупными в количествах отзывов. Да. И это даст нам буст. Да, совершенно верно. Потому что потребитель смотрит на отзывы. Да, и когда вот допустим мы стоим рядом с нашим, а у нас, как ты помнишь, конкурент только один сплат, то вот так мы выглядим по отношению к сплату. Смотри, если мы сейчас сделаем вот здесь вот, вот так, то мы увидим, как воспринимали люди на тот момент сплат относительно нас. Вот, вот так. Понимаешь? У нас чуть меньше пяти тысяч отзывов на тот день, у них в лучшем случае две триста, тысяча, пятьсот, тысяча. То есть кажется примерно так, что есть сплат, который мы все знаем, а есть еще непонятно кто, но их что-то прямо очень похоже любят. Возьму-ка их, тем более же это импульсный товар. И легко попробовать пасту. Просто дешевый. Потому что, ну типа, окей, четыреста рублей заплатим за две пасты, попробуем. Ну а она еще и классная. И все. И вот наш новый клиент. Давай еще раз. Главная цель была победить сплат. Ну, то есть... И к этой цели вы пришли как раз-таки благодаря нескольким инструментам. И одно из критериев, по которым вы его уже победили, это социальное доверие, количество отзывов. Нет, цели победить сплат, честно говоря, не было. Нам просто было удобнее иметь конкурента. Я не знаю, думают ли они о том, что мы конкуренты. Знают ли они вообще о том, что творится. Знают ли о том, что мы вообще есть. Мне, в принципе, без разницы. Я просто для себя люблю спортивно состязаться. То есть меня хлебом не кормит, дай спортивной какой-то вот этой вот дискотеке. И поэтому мы такие сплат. А они такие... Они даже не узнали, что кто-то вызов какой-то им сделал, понимаешь? Мы же просто такие будем равняться и их будем, собственно, как цель преодолевать. Мы сейчас не делаем больше, чем они. Потому что у них все по-прежнему 20 с лишним миллионов. Так ну у нас же не НДС-овская компания, понимаешь, о чем я говорю. Ну и маржало слышу. Поэтому мы свою цель уже выполнили давно. Мы хотели на пастах вообще-то сделать 12 миллионов выручки. И еще на щетках 3-4. И дальше у нас НДС такой, добрый вечер. А мы такие, все нормально. А сейчас у нас на пастах 14. И это еще и хотелось сделать с помощью озона. Теперь надо, в общем, короче, гемор себе придумали такой, что типа теперь что-то надо делать с этим. Хорошо, что они сделали ваши конкуренты? Смотри, наши конкуренты, они очень отличаются своей простой проблемой. Они крупные ребята. Я думаю, что их основная доля денег, которые они зарабатывают, находится в сетях. То есть они зарабатывают в сетях. Они продаются в магазинах, в аптеках, я не знаю, и так далее. Везде. Их рынок, естественно, огромный. Я думаю, что это в разы, наверное, может быть, в десяток превышает результаты, которые здесь мы видим. Но они неповоротливы. И они, похоже, ну, я просто могу догадываться. То есть я говорю честно, и вот ты сказал, я прямолинейный. Я тоже прямолинейный человек, я на импостации экспо тут выступал и сказал все, как считаю нужным. То есть вот они, например, что они не сделали? Они не находятся постоянно в доступности. У них постоянные нахрен аутовстоки. Ну что это такое? Это вообще детский сад или что это? Ну как так? Для такой крупной компании. Представляешь? Ну это что это? Мы можем зайти на спад. И ты можешь более детально разобрать, в чем их ошибка. Да, да. Вот у меня есть вот они. Вот эти наши ребятки. Это вот типа мы же батлимся группой. То есть это стенка на стенку. У нас 4. У них там, ну, условно, 7 артикулов основных, которые нас интересуют. Вот если мы сейчас зайдем просто к сплату и сделаем, например, последний год, мы сразу поймем, о каких семи, там, 5-7 идет речь у них. Вот они, смотри. То есть возьмем выручку и понимаем с тобой, что вот, раз, это главный, то есть вот наш тот батловик, да, самый такой бодрый, вот он с этим все время батлится. Есть, соответственно, 2, 3, 4 и вот еще несколько дополнительных, которые, собственно, вот, видишь, вот основные цифры, потому что здесь это у нас уже, собственно, уже вообще про другое. Ну вот, и таким образом, вот наши конкуренты, вот наши несколько артикулов. Вот давай мы сейчас сделаем следующее с тобой. Мы сейчас вот с этими артикулами пройдем-ка в группы и создадим для этой группы, давай, сплат, сплат 7, да, то есть вот эта суперсемерка. Троих конкурентов. Да. Вот они. И, соответственно, теперь давай посмотрим их поведение за последний год даже хотя бы, да, то есть и для того, чтобы это сделать проще, давай посмотрим их график остатков. Это будет воочию давать, понять, ну, он уже открыт. Вот он, смотри. То есть это, на мой взгляд, абсолютно идиотское поведение. Вот давай конкретно ее откроем и посмотрим за год, сколько упущенной прибыли. То есть вот смотри, за последний год у них ауто в стоке просто как будто это вообще их регулярная вообще деятельность. То есть понимаешь, да, вот что это? Да, 3-4. Как так вообще? 5 в шее? 5. Ну здесь они еще долго не продавали. Ну я понимаю, но это их локомотив. Добрый вечер, да, типа? Как дела-то вообще? Ну, понимаешь? И вот это, назовем это, что они не сделали, это то, что Жора мне как-то раз сказал, как лайфхак тоже. Ты сейчас скажешь, ну это же опять просто, так именно так все и работает. Он говорит, знаешь, как мы с Сашей сделаем иксы в следующем году? Мы просто не будем уходить в ауто в сток. Как тебе такой лайфхак? Охерительный. Вообще огненный. Погоди, упущенная, сколько? Ну, кажется, что немного, но это же только на одном. 12% здесь, там 20%, здесь 15%, здесь 37%. Ну, типа, добрый вечер. То есть, типа, как дела-то? Люди хотят покупать товар. Можно его в наличии иметь? Это первое. Второе. Они сообразили. Вот, обрати внимание. Сейчас ты увидишь, что они такие. Надо бы отзывы объединить. Когда они это сделали? Смотри. Вот ответ. Как ты думаешь? Сколько времени прошло? Ну ладно, ты уже увидел. 4 месяца спустя, что ли? Ну да, это достаточно быстро. То есть, крупная компания долго реагировала на какие-то изменения. Это ваш конкурент? Их слабость с тем, что они сильно крупные? Да, они неповоротливые. Это смотри еще. Просто очень слабый человек, который занимается маркетплейсами. Почему? Тут это прозвучало как оскорбление чувств верующих в аналитику. Но это так и есть, понимаешь? Вообще-то, честно говоря, друзья, аналитика спасает, да, собственно, бизнес очень сильно. Но, смотри, вот следующий ответ, что они не сделали, но все-таки уже сделали. Они сделали перестроение тактики своих каких-то решений. Например, смотри. Ну вот, когда я только пришел, я сказал, короче. Зубные пасты. Зубные щетки, пасты. Ну вот, бренд, да. Мы посмотрели, что у нас есть. Мы провели полностью ревизию нашего бизнеса. Поняли, где мы активность проявляем, где мы ее проявляем на слабо, где мы вообще должны просто закончить, где, может быть, стоит начать. Мы даже гель варили для стирки, там, несколько месяцев, знаешь, как во все тяжкие. Он в итоге сварился, неэффективно, ну ладно. Но мы сразу приняли решение, что у нас единички, двойки, тройки, четвертки паст. Сразу же из игры выбросили трешки, четверки. Прямо сразу. Мы такие, все, это идет нахрен. Потом достаточно быстро поняли, что с двойками тоже все как бы неинтересно. На тот момент. Это что такое? Что за цифра? Я имею в виду, одна паста упаковки, две пасты упаковки, три, четыре. Все, понял. Вот. Спладжа, например, у него фокус внимания был рассредоточен на единицы. И он долго продолжался. И у них, знаешь, как было склеено? Вот сейчас вот ты заходишь, например, на их эту карточку. И видишь, что у нее эти карточки склеены по признаку двушек. То есть, вот двушка. А ты говорил, никто еще не сделал по два. Не, погоди. Я, к чему это? К тому, что они продавали единицы и двойки. И у них фокус был на единицах. Но спустя какое-то время, когда ты видел, они объединили карточки, они их как раз-таки перестроили. У них, знаешь, как раньше было? Заходишь на вот эту пасту, например, а у нее соседка вторая, только одна, единичка. То есть, типа, у них склеены, они были по признаку, ну, грубо говоря, модели. Да, то есть, типа, паста с прополисом или там, ну, у них нет прополис. А не по количеству, не по количеству. Ну да, вот смотри, двойной кальций был склеен с единичкой. То есть, у них была, если ты на единицу заходишь, они такие, вот еще два есть. А у нас, по итогу, мы такие, короче, двигать надо только двушки. Единицы вообще нахрен, мы их перестали продавать. Все, то есть, мы... Все, у нас нет ничего больше, только двойки. А они просто долго думали об этом. И в какой-то момент тоже расклеили вот эти склейки, переклеились на двушки. Но ты говоришь, они так сделали. Так это двушки их настоящие. Они так и были всю жизнь двойками. То есть, мы единицы превратили в двойки. Они продавали и единицы, и двойки. Просто перестали делать теперь, наконец-то, фокус на единицы. Окей. И стали социально опять круче теперь нас. То есть, вот если сейчас набрать зубная паста, да, смотри. То мы топ-1. Ну, те, кто не знают первые два места рекламные, теперь знают. Смотри, вот мы по зубной пасте, да, сейчас заходим. И видим с тобой. Давай сделаем, как мы были бы как пользователи, да. То есть, вот я зашел и смотрю. Да, то есть, у нас на текущий момент есть пару рекламных мест, есть мы, но, обрати внимание, 13 тысяч отзывов и 17 тысяч отзывов. Вот. Ну, собственно, типа, мол, когда там у вас out of stock? По плану, да, типа, вот так это сейчас звучит. Поэтому они уже жестко демпингуют. То есть, я еще назвал их демперами, и они, возможно, даже обиделись. Но это правда. То есть, это сейчас... Ну, посмотри, насколько это нагло кажется с нашей стороны, но это просто их абсурдное поведение. То есть, мы искренне считаем, что продавать одну пасту за 200 с лишним рублей – это классная идея. они почему-то считают, что нужно продавать ее меньше, чем за 200 рублей. Хотя могли бы, чтобы ты понимал, еще одна странная вещь. У нас паста 75 грамм, у них 100. Понимаешь? То есть, они должны дороже сильно продавать. То есть, просто прикинь. Более того, миллилитры и граммы – это же еще разные вещи. То есть, люди некоторые даже не понимают, как бы, логики всей этой ситуации. Но, тем не менее, они продают 100 миллилитровые граммы. А мы 75 миллилитров. Мы продаем 75 миллилитров на полтора раза дороже, чем они продают 100. То есть, типа, блин, ребят, беспокойтесь вы. Короче, вы выиграли по этим фронтам тоже. Да, вот наша карточка, да. Вот наша карточка. Вот наша карточка. И вот. Вот, то есть, у нас прям расставлены перехватчики. Мы такие, ну, здравствуйте. Окей, давай пойдем дальше. Погнали. Что еще интересно, как вы продвигаетесь? Теперь, касаемо еще вот этого кейса, что еще интересного и важного надо отметить. Значит, смотри. Вот, если ты посмотришь… Так, сейчас, это не наш кейс. Если ты посмотришь наш кейс в самом начале, то мы прямо… Это были первые наши, собственно, действия. Мы, как следует, поправили маркетинг нашей карточки. Да, то есть, мы собрали SEO. Мы, собственно, оттестировали обложку на CTR. Да, собственно, как следует. Везде там прошлись по всем этим вопросам. И везде тоже просто более мелкие действия. То есть, как бы, SEO – это же не то, что грандиозно меняет жизнь. Ты просто, как бы, заявляешь больше потенциала, если внимательно проработаешь запросы твоей карточки, да, и словарь этой карточки. И она просто потенциал имеет больше. Так вот, сейчас я просто хочу тебе показать… Ну, пусть, ладно, на этой… Просто вот эти фиксации смены фотографий – это не мы делали, это в импостации автоматом чекается. Да, поэтому вот сейчас импостация просто иногда с запозданием чекает, и иногда даже не все изменения. Вот, но тем не менее, значит, сейчас ты увидишь предыдущую обложку и поймешь, почему она в два раза выше CTR имеет теперь. Вязал. Да, смотри. Ну, короче, ты знаешь, как она сейчас, да, была вот такая, короче. То есть, она, ну, как, знаешь, она как маскировалась, чтобы на всякий случай не увидели. Ну, типа, еще и нажмут, блин. Понимаешь? То есть, и мы просто перетестили обложки, мы как следует проанализировали сценарий, мы даже создали определенный такой некий нишевой тренд, некоторые даже начали повторять. То есть, у всех были либо женщины целиком в кадре с зубами, либо просто предметка. Мы сделали обрезанных женщин до рта. Мы такие, ну, типа… Это так смешно звучит. Обрезанные женщины до рта. Ну, да, то есть, мы такие, давай как-нибудь оригинальнее, да, то есть, паста, зубочки, но вот не будем показывать, кто это. У нас даже там негритянка была какая-то там. Короче, не суть. Мы первое, да, то есть, вот из таких уже более мелких шагов, но тоже важных, мы, как следует, поработали над трафиком с точки зрения его прихода. То есть, вот у тебя есть тысяча показов. Ты можешь сделать, чтобы у тебя было 20 кликов, да, там, из СТР 2%, а можешь сделать, чтобы у тебя было 40 кликов, если у тебя СТР 2 раза выше, да. Все, трафик увеличится, конечно. Ну, за счет визора. Дальше, допустим, мы тестили постоянно цену. Если смотреть, у нас там постоянно какие-то эксперименты. В какой-то момент мы зашли в топ, начали ее тестить уже вверх, зарабатывая тем самым больше маржи, снижая выручку сознательно, чтобы зарабатывать больше денег и раздражать меньше налоговую. Но тестирование цены, работа над визуалом, над увеличением СТРа. Дальше мы раскладываем нашу пасту на 8 складов, на 8. То есть, не на 1, 2, 3. Подожди, мы сейчас все до кучи, давай фиксировать. Вот давай сейчас очень важно сказать это в камеру для всех, что многие селлеры во время продвижения начинают работать не с глобальных вещей. И, кстати, моя ошибка, что ты сказал, в том числе я там была. Мы начинаем работать с каких-то мелких инструментов. Например, сразу... Да, сначала стратегия, потом уже мелкие инструменты. Да, сразу там визуалы, СТР и так далее. Многие зациклены на этом. Ну, это, кстати, реально работает и в моменте очень хорошие результаты дает. Вы же пошли с глобального. Сначала, как следует, у нас прям были созвоны, мы думали над стратегией. Да, стратегия, раз. Потом точка роста, это уже более мелкие докрутки в виде СТР и так далее. Поэтому, ребят, сначала работайте над тем, что глобально вы хотите от своего бренда. Да, потому что стратегия, это даже как будто все равно становится вторичной и меркнет перед чем? Перед целью. Цель определяет средства. Да, то есть ты сначала ставишь себе эту цель, а потом уже стратегия, это то, как ты собираешься ее достичь, а только потом ты уже играешь в тактику и начинаешь ее достигать. А если у тебя нет цели, у тебя нет стратегии, как ты достигнешь цель, то к тактике переходить странно, ведь она бесполезная возня. Идем от большего к меньшему. Исключительно так. Это принцип дедукции. То есть ты идешь от крупного, смотришь сначала рынок, вообще позволяет ли он достичь твоей цели. То есть представь, ты поставишь цель, хочу сделать 500 миллионов в месяц на пастах, так там всего 200. Ты типа как вообще, нормально себя чувствуешь? Ну грубо говоря. Поэтому сначала ты должен понять рынок в целом, обстановку там, не знаю, геополитическую, нишевую. Какой ты можешь занимать процент рынка? Конечно. Как долго тебе потребуется времени на занятие процента рынка? Да, да. Это тоже то, что мы всегда учитываем. А дальше это рынки в рынке. То есть вот биорепейр вообще типа молодцы, классные, успехов вам. То есть нам вообще ни горячо, ни холодно от того, как и чего они вообще делают. Более того, мы собираемся, ну как минимум собирались точно, сделать бренд аналогичный биорепейру. Дорогой пасты на маркетплейсах и дальше тоже выходить в сети. У нас планы достаточно грандиозные, но это сейчас про стратегию. То есть нас конкуренты конкретно интересуют. То есть вот просто многие люди, они заходят в какие-то ниши и такие, сколько конкуренции? Да там конкуренция, она далеко не вся твоя. Да, да, все странно. Давай следующий момент. Хорошо, CTR. Дальше что? Вы начали измерять CTR. Ну смотри, значит, из более мелких. То есть вот мы говорим о крупных вещах. Это прям, ну давай даже самая крупная. Это цель, стратегия. Это вот прям все. Это первый джентльменский набор настоящего бизнеса. Вторая, это уже сумка помельче, но все равно увесистая. Это, собственно, регенерация до двух паст. Это социальное доверие, которое сделали максимально крутым. Далее, постоянная работа с ценой и щупанье, эластичности спроса. Это кажется, типа, мол, понятно. Есть многие люди, которые поставили цену, и она у них остается неизменной. Или просто в акцию заскакивают, потому что ВВ просит. То есть это осознанный процесс. Цена, работа с ценой. Далее, работа со складами. Потому что склады, например, там, где ниша, например, сильно выкупается, с хорошим процентом, они могут не иметь позиций вообще. То есть человек, который, например, ищет пасту в Краснодаре, если у нас нет пасты в Краснодаре, мы можем вообще в жопе быть абсолютно. Вот. То есть вот как минимум вот эти уже как бы мелкие вещи. И дальше, когда мы уже дошли до уже конечных точек, мы стали нашу стратегию дополнять уже, например, еще двумя пастами. То есть мы сделали четыре, и теперь это еще более надежно. Давай сейчас перейдем с тобой к самому важному, как продвигаться к нашей теме. Ты уже, ты рассказал все очень важное для подготовки к продвижению. Да. Что нужно сделать? Давай перейдем к цифре. Но лучше перейдем мы, знаешь, для продвижения лучше перейти в другую нишу. Потому что в пастах это путь, ну, который вообще не всем нужен, не всем подойдет. Потому что это многие подумают, твою мать, ты что, серьезно, мы будем конкурировать там с каким-нибудь head and shoulders? Нет, это ты чего? Это просто ниша очень сложная. В большинстве случаев, ведь ВБ это всякая одежда, аксессуары, обувь. Ты запускаешь сумки, давай на сумку. Да, давай об этом поговорим. Давайте посмотрим CTR, давай посмотрим, как тестирует эта слава, какие у нас полет инструменты. Откроем сумки? Давай. Вот смотри, некоторое время назад я перебираю разные сценарии, разные ниши. Причем часть даже была таких, знаешь, ниш, в которых я вступал в конкуренцию потенциальную. С теми же ребятами, Сашей и Жорой. Как-то раз я пришел пообщаться с Жорой и рассуждал на тему ниш. Он говорит, слушай, заходи в брюки, клевая ниша, мы там, там до хрена бабок. Классная тема. Вообще всем хватит бабок. Представляешь, ну это же, это определенное дает понимание о личности. То есть, когда человек там все гребет под себя, эх, вот ты что, зашел в мою нишу, какая нахрен твоя ниша? То есть, вот эта ниша сумки, это лишь моя точка приложения усилий. Моя ли она? Заходите, как говорится, милости просим. Тем более, если конкуренты адекватные люди, которые умеют делать рынок круто, когда умеют его там не убивать, а там развивать, там, почему нет? Поэтому вот для меня, например, сумки сейчас это достаточно долгий путь перебирания всяких ниш, начиная от всякой мелкой херни, потому что я чем только не торговал за эти два года, и какие-то триммеры для бороды, какие-то катышковые машинки, платья женские, и какие-то круги сезонные там надувные, ну то есть, всякой варежки и всякой херни, но сейчас я такой так, я осознанно пришел, и тут я надолго. Давай три причины, почему сумки. Объясняю. Три причины, это прямо, знаешь, причем, эти такие три причины, как выстрел из дробевика каждый. Первое. Большой рынок. Большой рынок. Окей. Второе. Высокий процент выкупа. Процент выкупа офигительно высокий. И третье, это отсутствие размеров. Абсолютно, понимаешь? То есть, их нету, и это только третье. Если ты скажешь, окей, а четвертое? А четвертое, например, что везешь, как Генри Форд, сумки черного цвета. Ведь Генри Форд сказал, есть только два цвета, черный и все остальные. То есть, вот только на черном цвете, в сумках, можно развлекаться и быть успешным. Хорошо зарабатывать. Достаточно простой набор для того, как выбрать тишину. Ну, очень редкий. Ну, потому что все начинают упарываться в миллиард таблиц, делать простые вещи сложными. Это, ребята, делать не нужно. Ну, вот еще неплохой нишей является в этом случае, ну, если брать эти критерии, да, это футболки, еще более объемный рынок, такой же хороший процент выкупа, но там есть и размеры, и там и с принтами, с цветами, там, ну, в общем, дискотека там, конечно, такая выносная. Вот, поэтому, ну, и средний чек ниже, в общем. Хорошо. Кстати, средний чек тоже достаточно приличная причина, если она топ-5 точно войдет. То есть, цвета с средним чеком, это дополнит список топ-5. Хорошо. Причина, почему ниша сумки окей. Сколько вы в них вложили? Уже миллионов 10, пока что. Выхлопа пока, естественно, нет. Ну, конечно, то есть, это, знаешь, вот, и вообще, кстати, если вы до сих пор считаете, что вы должны зарабатывать с первого дня, то вам надо завязывать с таким мышлением, потому что сейчас ВБ, усложняясь, постоянно докручиваясь, закручивая гайки нам с вами, как предпринимателям, должно, наконец-то, дать одно важное осознание, что ВБ сейчас, на текущий момент, это уже не тот бизнес, в котором год или два назад можно было зарабатывать кучу рои на вложенные бабки, да, то есть, очень много и очень густо прокрутить свой капитал, да. Сейчас это история, где нужно понимать, что уже рои за год будет сильно меньше. Количество раз, которые ты прокрутишь свои бабки, тоже сильно меньше. Переход к традиционному бизнесу. Да, абсолютно. Более того. В сфере просто e-commerce. Раньше можно было вот так сделать выкупы и просто, ну, прикинь, ну, реально все знали про выкупы, ВБ знали про выкупы и все такие просто хлопали глазками и такие, да все нормально. А в какой-то момент просто ВБ это надоело или, я думаю, что у них просто свои стратегические планы на этот момент уже вынуждены были начать эту борьбу. И они очень эффективно это сейчас делают. Идем дальше. Да. Я у тебя задал вопрос про идеи, сколько вы вложили, 10 миллионов. Ну, да, да. То есть, сейчас два бренда мы развиваем. То есть, суммарные вложения где-то вот на текущую минуту около 10 миллионов уже вложено. Про прибыль стоит говорить, я думаю, месяца через 3-4, не и раньше. Ну, я думаю, первые какие-то, то есть, первые уже как бы есть там определенные зацепки, но для меня это сейчас, это знаешь как, зачем мне въезжать в дом, вот, да, у нас напротив здесь дом, здесь хозяйка начала жить через месяц после того, как все сделали, но там еще вообще конь не валялся. Так, цель какая? Цель? 20 миллионов чистой прибыли в месяц. Это в денежном эквиваленте? Чистой прибыли в месяц. Чистой прибыли в месяц, это в денежном эквиваленте. Цель какая? Про то, что ты говорил. Ну, и вообще, честно бы сказал, что на самом деле нужно говорить про более крупные периоды, да, то есть, в данном случае речь идет о где-то 200-300 миллионов за год на партнера. Так как я вдвоем делаю, то хочу каждому из нас прям нормально денег насыпать за год. Хорошо, это про денежный эквивалент, теперь про бренд, это выстраивание по-любому будет сильного бренда. Исключительно такой сна. Как вы сейчас на текущую секунду продвигаетесь? Смотри, да, мы на текущий момент подошли к той стадии, когда мое осознание, вот оно прям настолько свежо, что вот еще несколько дней назад у меня была стратегия одна, а сейчас я такой, короче, только белый сценарий, только хардкор, только по-взрослому сыпем цифры, бабки, реклама, то есть, вот без всяких. Поэтому, допустим, возьмем ситуацию и давай вот вспомним тот твой вопрос замечательный, если у меня типа есть деньги или у меня их мало, я хочу продвигаться. Представим, что наши цели разные. Представим, что две стартовые точки, один человек хочет миллион, другой хочет там 10. В этом случае у них будут разные цели и, как следствие, скорее всего, разные стратегии. Потому что вот, например, в зубных пастах абсолютно бесполезно быть топ-20, топ-50, вообще это приговор. Там нет трафика вообще. Там надо быть топ-1, топ-5 в худшем случае. Соответственно, например, в какой-нибудь одежде, в сумках, там можно быть и топ-50, и топ-200 можно. А еще знаешь, что можно? Можно идти в нишевые, в нишевые трафики. Ну, типа сумка женская, квадратная. Да, 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 именно так. Назовем это кластер помельче. Да, потому что сумка женская топ-1 звучит амбициозно, но достаточно тупо, если честно. Потому что недавно анализировал рынок этот очередной раз и понял для себя, что топ-10 игроки жестко кровят минимальной моржой. То есть они жестко срезаются и начинают вот этой херней там вверху заниматься этим демпингом. То есть они просто как у них, знаешь, вот как есть, как там, треугольник Картмана или как-то, в общем, когда там есть жертва, типа агрессор и защитник. И они все думают, что можно выбрать лучший какой-то сценарий из этой пьесы, но лучший не получится, потому что ты находишься внутри ситуации. Нужно выйти за пределы и понять, что все так или иначе форсируют свое событие и не объективны. Так вот, я такой, а нахрена мне это вообще надо? И поэтому, допустим, моя стратегия сейчас, я не хочу лезть в топ, я хочу зарабатывать норму прибыли с артикула. И для этого мне не обязательно, например, насыпать топ-1. Мне достаточно иногда заехать на первую страницу или даже на начало второй, а иногда даже, возможно, взять кластерный хороший какой-то трафик. Например, сумка женская маленькая. Вот давайте, например, покажу, как выглядит трафик в качестве неких кластеров. То есть, я не знаю, я вот антирыбак, у меня аллергия на рыбу, но я понимаю логику такую, что если у нас, например, водоемы, то в них может быть, во-первых, разное количество рыбы, а во-вторых, разное качество. Там караси, здесь лососи, там 5 их, а здесь 500 тысяч. И вот, например, сумки. Как из себя представляют? Смотри. Значит, ну крупные сейчас возьмем, то на текущий момент ниша сумки, мы увидели ее в деньгах, а теперь мы ее увидим в спросах. То есть спрос это где-то 15 миллионов разных запросов. Это уникальные запросы в месяц. То есть 15 миллионов людей что-то хотели, как-то искали в сумках. Так вот, а теперь смотри, вот, пожалуйста, кластеры. Смотри, есть кластер маленькой сумки, миллион двести. То есть миллион двести людей интерпретируют свой интерес через такой смысл. Понимаешь, да? То есть, допустим, кто-то на текущий момент, 700 тысяч человек, хочет, чтобы она была белая. При прочих равных их может что-то еще интересовать. Например, мы можем увидеть, что их может интересовать, чтобы она была женская, чтобы она была кладчем, чтобы она была еще через плечо. Но это 700 тысяч человек, и они хотят белую. Есть еще люди, которые хотят, чтобы она была багетом и так далее. А можно пытаться прыгать, например, просто на запрос сумка и сумка женская, где тоже много трафика. Хорошо. Это же стратегия. Ты сейчас продвигаешь сумки сам. В основном по какому запросу? Смотри, на текущий момент я уже просто экспериментировал, и у меня есть и те, и другие сценарии. Я просто на текущий момент пришел вот к какому осознанию. Я не хочу двигаться по основному запросу в топ-10. Это прям зафиксируем. Хорошо. Я в худшем случае, в лучшем, наверное, готов быть в конце первой страницы по этому общему запросу, или даже лучше на второй. Почему? Потому что я не хочу много продаж. Я хочу просто идти через артикулы в, скажем, в неком диверсифицированном сценарии, когда у меня каждый артикул зарабатывает энное количество прибыли в месяц. И для того, чтобы мне достичь своей цели, мне нужно энное количество артикулов. Так вот, я сейчас тебе хочу показать кейс, который отвечал на вопрос, который сейчас многим из вас до сих пор больно себе задавать, потому что люди не знают ответа. Знаешь, какой вопрос? А как же мне продвигаться легально по самым высокочастотным запросам? Давай я тебе покажу. Значит, на текущий момент мы рассмотрим кейс, как с помощью рекламы можно зайти на первую страницу, и вот этот кейс. Значит, на текущий момент мы видим стратегию, реализованную через рекламу, и давай мы сделаем вот как. Вот запущенная реклама, 21 число. 21.05. Да, 21.05. На момент вот этого действия мы находимся на третьей, четвертой странице. То есть, честно, там, где трафик, он хоть и есть, но, как Медведев скажет, но денег нет, но вы держитесь, да, типа. Вот. И дальше, смотри, у нас обстановка пошла следующим образом. Мы достаточно жестко, ты видишь, да, сыпанули бабла. Так, давай. 186 тысяч. Вы отлили 186 тысяч, начиная с 20 какого? Давай, вот смотри, с 21 по 29 число. То есть, за 8 дней вы отлили 186 тысяч рублей на рекламу? Ну, один запрос. На один запрос только? Да. Это какой запрос, сумка? Сумка женская. Ну, на широкое. Да, да. Какой я сказал? 21, 20? 21 по 28. По 28. Да, значит, именно за этот период времени мы отлили 164 тысячи рублей на один запрос, и получили 7835 кликов. И в данной ситуации мы видим, вот, давай, этот же период с 21, вот, прям сразу плюсанул у нас, и, внимание, по 20 какой? По 20... 28. Конец фильма, 29. Мы зашли на первую страницу. Ну, на конец первой страницы. Ну, на конец первой страницы. Да, да, да. Все, то есть, цель была именно в этом. То есть, типа, можно ли с помощью бабла просто, но качественно его, скажем, налив не просто в унитаз, да, грубо говоря, или в окно вот так вот, типа, насыпать, а именно целенаправленно, четко, технично, с определенными долями нюансов там, можно ли зайти на первую страницу? Можно. Вы готовы были слить, например, 250 тысяч или 300 тысяч рублей и получить тот же результат? Или у вас все-таки был какой-то лимитный бюджет? Во-первых, бюджет мы в этой ситуации не лимитировали. Не лимитировали. То есть, я более того тебе скажу такую забавную вещь. Многие знают, что ОВБ очень большая вот эта вот возможность открутки рекламы, очень, типа, большая емкость, да? Я, наоборот, грустил, что не отливается больше. Я хотел больше. Я, смотри, просто лил. То есть, чтобы выйти с четвертой страницы на первую, но хоть и в самый конец, потребовалось 180 тысяч рублей. 164 тысяч рублей. О, 164. Ну, это просто там, да, еще чуть лилось там. Но, да, вот мы выключили рекламу. На следующий день после этого нас как бы инерция довезла, да, с первой страницы. Все. Вот есть кейс, например, где мы сыпали вообще из ниоткуда только рекламы. Вот. Второй кейс, где карточка вообще не была по этому запросу нигде. Да, то есть, вот давай открываем ее последний месяц. И, вот, смотри, она вообще нигде. Мы ее, соответственно, сыпем, жестко бабличем, насыпаем, да. И вот она у нас едет. Чуть дольше, но, тем не менее, вот она едет. Едет вот даже был топ-70. Давай посмотрим, что типа говорить. В топ-70? Вместо слов подарю Рафаэл. Сначала даты, фиксируем даты. 22.05. 22.05. Ну, тот же временной промежуток. Погнали. 21-29 опять. Да, вот, только на 29-е. Так, 21-29. Мы сыпем, соответственно, 226 тысяч рублей и 29-е, да? Поехали. Вот. То есть, ну, грубо говоря, 30-го числа мы имеем там, грубо говоря, начало второй страницы. Ну, то есть, дальше там у нас уже мы играемся ценой туда-сюда, там, троллевали. И это по высокочастотному запросу, где объективно очень высокая конкуренция. По самому высокочастотному запросу. Да, да, да. Но нам хотелось поэкспериментировать на самом главном запросе. Теперь более детально. Вы же не просто отлили бабла. Это же глупо просто взять от слить бабки. Да, конечно. Что вы сделали дополнительно? Дополнительно мы подснизили цену. Раз. Два. Мы поставили это все на управление бидером, который постоянно аукцион выигрывал. Два. И желательно взять тот. Но, к сожалению, сейчас бидер просто запрещен. Нет. Ты просто, видимо, пока переезжал, не смотрел новости. Теперь звучит это так. Давай разложим эту тему. Давай дисклеймер. Боты. Классная тема. Но, смотри. Во-первых, есть боты легальные, есть нелегальные. Легальный бот – это тот, который работает через АП рекламы. Это легально абсолютно. Это раз. И таких, ну, я не знаю, как бы много, потому что я развиваю только наш бидер, импостатцевский. Там уже месяца 3-4 КАП рекламные только используются. Это супер легально. Это раз. Во-вторых, некоторое время назад ВБ дало послабление и сказала, если вы используете инструменты через другие способы подключения, то если мы вас вдруг решим все-таки подбанить, мы вам сообщим. Это прям не так давно произошло. То есть, ВБ сначала всех напугали, а все такие, ой-ой-ой, блин. А потом они такие, ладно, короче, если что-то там будет нас не устраивать, если ваши боты будут лазить и очень активно себя вести нам будет не нравиться, мы вам сообщим. Поэтому, по сути, в этот момент будем называть серые разработчики бидеров немножко выдохнули, чуть-чуть дышать стало поспокойнее. Хорошо, два – это бидер. Но шустрый бидер. Пожди, первый еще раз. Что это? Мы подснизили цену. Снизили цену. Второе – шустрый бидер. Шустрый бидер – это тот, который почаще меняет ставку, а не раз в сколько-то минут, раз в 10-15. То есть, как ты понимаешь, в сутках только 1440 минут. А это значит, если ты выиграешь только чуть-чуть аукционов, то ты получил трафика с гулькин хрен. А денег потратил нормально? Да нет. Ты, по сути же, на показы тратишь деньги. Просто идея в чем? Для того, чтобы это случилось эффективно, мы должны показать в ЭБ клевый результат. Это же самый топовый запрос. Он будет сравниваться с теми, кто в органике на нем продает. Просто продает. У них много продаж по этому запросу. И мне нужно, и нам нужно, когда мы хотим по этому запросу с ними сравняться, нам нужно, чтобы мы тоже по этому запросу начали много продавать. Поэтому мы снизили цену, чтобы конверсия выросла. Мы перетестили обложку, повесили ту, которая самая ситиаристая. Можно обложки посмотреть? Ну, не надо. Потому что иначе сразу понятно, что за бренд. Потому что у нас уникальные обложки, их найти просто вот так. Ну, неважно. То есть, просто какая разница. Просто суть в том, что ее надо тестить. Но вы тестировали прям в пользу для того, там, цвета, модель, такое. Или вы тестировали просто, ну, например, моноцвет какой-то и там просто... Смотри, нет. Основная тема, да, в том, что нужно понять... Ну, у меня просто CTR, у меня две темы. То есть, CTR, многие понимают очень плоско. Я понимаю CTR в двух смыслах. Во-первых, есть понятие природные... Опять же, понятие, да, типа, хрену знает, есть ли оно или нет. Я его придумал для себя как природный ликвид. То есть, есть природные неликвиды. Это товар, который нахер не нужен. Его можешь снижать и снижать. Он начнет, конечно, покупаться. Но представь, ты взял свитер с изображением, например, не знаю, там, какого-нибудь Филиппа Киркорова. То есть, типа, он нужен будет только трем фанаткам. И то они уже, скорее всего, не пользуются интернетом. Да, грубо говоря? Вот, но, типа, может ли такой товар быть ликвидом в широком смысле этого слова по запросу свитер топ-1? Ну, у него не будет столько продаж. Его не захотят столько людей купить. Поэтому представь, что CTR может быть природно херовым. Это его, ну, будем называть врожденный порог. Если ты взял сумку, например, которая нахер никому не нужна, тут ты ничего уже не сделаешь. Да, но когда ты начинаешь перебирать ракурсы, приближать их, там, как-то, да, смотреть, чтобы это было, там, показывало текстуру, не показывало, там, на модели, без модели, вот это все делать, ты можешь нащупать на тесте CTR более высокий. И тогда, да, это надо сделать, конечно же. Потому что, если ты льешь дохера трафика, ты льешь дохера показов. А дохера трафика становится, когда ты хороший CTR делаешь. И вот мы видим, что вот здесь CTR 5% на общем запросе. Это достаточно неплохо. Есть, понятно, ниши, в которых это прямо огонь. Есть ниши, в которых это вообще херня какая-то. Ну, это были узкие ниши. Да, но вот у нас, например, по запросам некоторым в пастах, в рекламе, удается делать CTR 24%. И это на тысячи кликов, а не на трех там, да, условно. Но это потому, что это уже конкретные запросы. Там, например, зубная паста отбеливающая. Это запрос целевой. А этот общий запрос. И вот ты видел в тот раз, и условно на видео можно будет перелистнуть, там предыдущая сумка на этих же условиях делала только 3%. Давай вернемся к другому вопросу. Это понятно. Вернемся, да. Вы отлили много денег. Мы отлили много денег с целью какой? С целью показать ВВБ за эти несколько дней хорошие продажи и показать их именно по этому запросу. И заинтересованность в продукте потребителя. Да. Благодаря тому, что у нас protection CTR, благодаря тому, что у нас снижена цена, благодаря безлимитному режиму рекламы, мол, типа, пожалуйста, ешь... И включенному бидеру. Бидер, который выигрывает аукционы, мы получили большой трафик, максимальный трафик по этому запросу, который только мог возможен быть. Переходим к второй теме. Давай. Если денег не так много. Я бы дал самый простой совет. Если денег не так много, то просто не лезьте в такую емкую нишу. Нет, нет, нет. Нормальная тема. Нет, нормально. Можно лезть, советую, объясню. 300 тысяч. Объясню. Например, 500 тысяч. Смотри, очень просто все. Ну, во-первых, цель не может быть грандиозной. То есть, ты не можешь планировать зарабатывать с артикула миллионы, миллиарды и так далее. Но, в то же время, ты можешь взять кластер помельче. Да? Вот смотри. Вот сумка женская. Ну, давай, даже нет. Вот смотри. Ну, банально. Вот смотри. Допустим. Ну, прикинь, ты возьмешь и будешь везти джинсовые сумки. Ну, у тебя будет 50 тысяч аудиторий за месяц. Ну, неужели при там достаточно хорошем целевом сетиаре и конверте. То есть, конверсия будет хорошая, если у тебя джинсовую сумку запрашивают, а у тебя джинсовая, она у тебя классная, хорошая, выгодная цена. Неужели из этих 45 тысяч человек за последние 30 дней не купят у тебя, ну, хотя бы 50 раз? Да, наверное. Но, тем не менее, мы все равно с таким бюджетом, мы не можем вылезти в сумку женскую. А нам и не надо. Ну, да, да. На хера нам это надо? То, что мы там не будем невредно способны. Конечно. Берем нишевые какие-то сгустки, такие озера, где ловим мы, Михалыч, Петрович, и вот мы такие. Давай. При этом у вас поменяется, грубо говоря, ниша. Грубо говоря, у вас поменяется товар. Ниша, в принципе, женские сумки, она останется. Ну, будем называть это сегмент в сегменте. Да. Поменяется сегмент в сегменте. Да. Но стратегия, которую вы использовали, она не изменится. Вы также будете отливать рекламу бесконечно, просто от того, что там меньше трафика, меньше больше раз рекламы. Да. Ты берешь кластер и начинаешь сыпать на него. Если твой товар действительно подходит и этому кластеру нравится, я бы даже тест сделал, тогда чуть меняем. И чуть увеличиваем здесь шагов количество. Смотри. Если у меня немного денег или у кого-то немного денег, то мы берем следующий сценарий. Мы берем и тестируем наши товары относительно вот этих кластеров и смотрим, с чем у нас хорошая сцепка. Понимаешь? То есть, например, мы такие, наверное, маленькая сумка будет хорошо сетярить, кликаться будет классно, да, объявление? Прикинь, если нет. А мы такие, о, кстати, представляешь, багет почему-то кликается, клево. Мы такие, ну тогда давай пойдем в багет. В багет. И тогда мы такие, в багет идем, у нас там предрасположенность сетярная, да, тут эта ликвидность классная. Приводная ликвидность. Ну да, да. И денег-то меньше тратится. То есть, у тебя столько нет, а тут столько и не надо, там меньше. Хорошо, фиксируем следующий момент. Если денег немного, да, меняется стратегия только чуть-чуть. А в плане того, что… Не то, чтобы менять, ее нужно просто другую. Да, ну, нет, подожди, ну, грубо говоря, мы делаем то же самое, но перед этим мы тестируем, грубо говоря, ключ-запрос, по которому мы хотим делать рекламу сначала. Ну, берем, назовем это, вот видишь, в сумках багета есть главный запрос, вот, например. Вот мы хотя бы на нем тестим, чтобы понять, как к нам относятся багетчики. А если они нам скажут 1% сетяра, нормально? То мы ищем другой ключ-запрос. Ну, будем называть это все-таки кластером. Кластером, хорошо. Потому что здесь их до хрена, как ты видишь. Окей. Просто. Но будем называть представителя этого кластера, запрашиваем и спрашиваем, мол, ты как вообще, нормально с нами? И, а представь, допустим, ты такой, нет, багет тоже до хрена, для меня, типа, надо еще чуть-чуть поменьше, допустим. И ты тогда, окей, смотри, допустим, давай я тебе покажу. Ты такой, ну, слушай, сумка на цепочке, 75 тысяч аудитории, она у нас на цепочке, и у меня цели, там, не знаю, 300 тысяч всего лишь выручки. Я не хочу прям… Нежамесячно. Да. Ну, да, да, да. Вот, и это уже как бы третья, будем называть, это такая прям младшая версия. То есть, хардкор, ты такой, е-е-е, нахрен, сумка женская. Младшая – это типа цепочка. Или такая средняя, нормальная, такая багет, полмиллиона, здравствуйте. Ну, то есть, понимаешь, да? То есть, и вот тебе много бабла, средняя и немножко. Да, но при этом не меняется тактика, ты так же отливаешь, потому что за счет трафика, да, грубо говоря, тактика, ребят, всегда на и та же изменяется только, грубо говоря, кластер. Да. Раз. И кластер нужно тестировать, потому что если по багету у тебя просто CTR один, да, то… Ну да, прикинь, ты тестируешь цепочку, а у тебя даже нет. Или на фотографии не видно ее. Нормально вообще? Как дела-то? И еще финальный вопрос. Вот вы наверняка сейчас думаете, вообще в чем прикол всей этой истории. Дело в том, что у ВБ есть интересная способность. Когда мы льем на ВБ поисковую рекламу по запросу или по запросам, и вся эта деятельность заканчивается продажами, заказами, то эти запросы растут в органике, по позициям. И как только ты придешь в своем замечательном кластере на нужные тебе позиции, где есть трафик, например, топ-20, топ-50, там, не знаю, на первую страницу, ты можешь плавно, аккуратненько рекламу выключать и переставать искусственно вентилировать твои легкие, и у тебя карточка уже дышит сама. И ты там чуть-чуть цену регулируешь, постепенно можешь ее начать вверх потестить, чтобы вернуть свою маржу срезанную, да, там. И эта вот вся пьеса в итоге звучит так. Наша карточка естественным путем, без рекламы, теперь, имея трафик в органике по целевым кластерам, зарабатывает свою норму прибыли и нормально себя чувствует. Теперь отправимся на другую карточку, займемся ей и спокойненько, каскадно выстраиваем свою стратегию. Пациенты не должны сразу приехать 500 человек на скорой. Ты не вывезешь, правильно? Ты такой, типа, выстраиваешь свои ресурсы тоже, свои временные ресурсы, может, у тебя вообще команды нету, да, и ты не можешь так жестко впрягаться. Да, и какое-то интервью будет полезное, я считаю. Да, ну, да, здесь, и ведь, обрати внимание, здесь лайфхаках, как бы, в основном, такие действия, которые очевидны, как ты правильно сказал, но ведь надо, блин, просто понимать, что все-таки, да, и лайфхак, лайфхак, самое большое количество отзывов, иди делай. Теперь перейдем к такой незамысловатой теме, потому что на свое время заканчивается. Ты крутой предприниматель, и я всем это говорю, что за крутым, ну, не может быть крутой предприниматель, крутой предприниматель равно крутая личность, да? Давайте я раскрою с этой точки зрения. Давай. Ты говорил, 2009 год, ты ушел с найма. Так. Что ты сделал сам, чтобы вырасти вот до этого? Все знания, которые у тебя сейчас есть, и которыми ты поделился, это знания, это накопленный опыт за энный промежуток времени, правильно? Ну, я поделился процентов 5-7 сейчас, мы будем считать, что я поделился точно именно багажом, конечно же. Да, 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 и это накопленный опыт за энный промежуток времени. Ну, и сейчас у тебя там в гостях, у тебя крутой двухэтажный дом тоже, и ты еще и купил, я так понимаю, соседний. Да, этот мы снимаем, а вот тот, я тебе сейчас покажу. Что ты сделал, чтобы прийти к такому результату именно в голове? Потому что ты с самого начала интервью говорил, ребят, дело в голове, дело в мышлении. Ну, точно. Что вот здесь вот изменилось? И давай, чтобы не растягивать, давай... Начнем с того, что первое, что я сделал, это решился на это. Потому что будут многие смотреть люди, которые такие, блин, надо бы решиться, уйти с нами, а не уйти. То есть, я, кстати, знаешь, почему решился? Потому что меня не устраивало, что мои идеи не доходят до действий. То есть, я, типа, все предлагаю, все время генератор идей, всю жизнь. И такой, типа, пам-пам, вот так. Я единственный, мне кажется, человек из всех, кто работал на тот момент в компании, это был Иван Цифровый Центр, который в субботу приезжал по личной инициативе, брал у охранника ключи и просто работал. И занимался я вместе с своим начальником, приезжал с Лехой. Потом мы вместе пошли, кстати, бизнес делать. И мы просто херачили, нам кайфово было. Мы в маркетинге, в отделе уже работали. До этого я по карьерной лестнице рос-рос-рос, был директором магазина. И потом он такой, пойдем со мной в маркетинг. Так вот, мы там тусовались года полтора. И вот большая часть идей моих куда-то, вообще в никуда там списались. И я такой, да нахер мне это надо. Короче, ты перешел от идейности к реализации. Да, первое, я просто решился. Это, вот, казалось бы, типа, лайфхак. Да, охрененный лайфхак. Если вы еще до сих пор не решились, у вас, значит, лайфхак не применен. Решился, принял решение. То есть, это самое, их таких решений будет много в жизни. Но принять самое важное. Не побояться пойти вот в эту неизвестность. Первое. Второе. Ну, сейчас уже хочется сказать, именно профильно отвечая на твой вопрос, что меня привело к текущему результату. Это охренительно, наверное, важно окружение. Причем все говорят об этом просто иллюзорно. А я понял, как это работает физически. Когда я пришел на ВБ, и когда моя экспертиза начала быть нужна рынку, то я начал общаться с классными предпринимателями. С парнями, с девчонками. Вот там Жора, соответственно, с Сашей классный. Два года назад было. Два года назад. Я летом 2021 года вышел на ВБ. Давай так, летом 2021 года ты зарабатывал еще 850 тысяч. Ну, условно назовем это, до лета 2021 года я не превышал планку в доходе больше миллиона рублей. Ну, за исключением сделок каких-то неравных. Можем мне поговорить, сколько ты сейчас зарабатываешь? Слушай, ну... Ты еще же с управляющим партнером по статс.ео. Я сейчас с управляющим партнером по статс.ео. У меня есть, соответственно, два товарных направления. В одном мы вкладываем, в другом зарабатываем. И сейчас у меня еще есть лагерь про рекламы. Это мы с моим партнером, с Васей, запустили. Ну, об этом я предлагаю просто еще чуть позже поговорить и коснуться этого. То есть, вот мои сейчас источники дохода. Точки дохода. И сколько ты сейчас в месяц делаешь? Слушай, ну, давай возьмем... Просто есть, опять назовем это вспышки, да, там, в виде как раз обучающей истории. Проектные деятельности. Миллиона два-три. Два-три в месяц? Ну, да. Это со всего? Ну, просто не хочется говорить цифру, которая является, там, словно, результатом лучшим, потому что она не репрезентативна. Да, то есть, типа, ну, давай, если возьмем... Если взять год и разделить на 12. Ну, давай тогда, типа, плюс-минус два назовем. Два, там, два с лишним. Два-три миллиона. За два года ты пришел к этому. Красавчик. И теперь важный вопрос. Вот ты говоришь, какие тезисы? Про окружение хочу. Это вот просто люди, которые слышали про окружение 50 раз, но до сих пор такие окружение, окружение, да что же это значит? Что это за безусловие за счет не вступать? Это очень просто, оказывается. Я, когда начал общаться, собственно, с предпринимателями СВБ, во-первых, меня вскрыло первое, что они все абсолютно спокойно говорят о таких цифрах, как 10 миллионов, 20, 50, 100. Потом я начал общаться и взаимодействовать с таким уровнем предпринимателей. И я такой, ну, обычные тоже люди. То есть тоже люди просто с руками, с ногами. Там кто-то, там, круче в чем-то, понимаешь, кто-то в другом, кто-то в целом неплохо ориентируется в бизнесе, но не имеет конкретных, там, экспертиз, да, там, или точек, где имеет мощную силу. Но при этом вот все мы такие же, как все люди, одинаковые, да, все. Я такой, охренеть. То есть, во-первых, они так спокойно говорят о таких больших цифрах. И мне это просто так нейтрально стало. То есть я такой, ну, окей. Я даже, знаешь, даже когда еще не делал, например, результативных каких-то, то есть у меня же есть кейсы, где мое сознание просто перевернулось. То есть некоторое время назад я такой, воу, вот так можно тоже. И я к тому, что мысленно я уже где-то на 20-30 миллионов в месяц вообще регулярно. Но это, типа, история про какой-то период, там, чуть позже, да, то есть я уже четко понимаю, как, что там. Это фейки, типа, притворяйся, пока не получится. И ты уже головой, головой ты тут. Ну да, да, да. Ты знаешь точно, как это у меня. То есть мой маршрут уже построен. Да, да. Я вижу оставшееся время, я такой, да, 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 все, едем. У меня, кстати, вот поделюсь, у меня тоже такое было как-то буквально в том году. А я даже тогда не открывал еще пенельку, я смотрел, думаю, ну, 30-ку-то мы уже спокойно делаем. Я смотрю, мы тогда сделали, там, только 22, это был наш рекорд. Я думаю, да нет, через 4 месяца, 30-35. Да, да, и вот, ну, это уже такое, знаешь, это уже оттенки. И ты этому не рад, ну, не то, что рад, ты этому рад, но, знаешь, нету этого чувства эйфории. Да, у меня вообще есть, честно, то есть у меня к цифрам отношения, ну, типа, они приходят просто как результат следствия. То есть для меня важно ценности человек, да, то есть для меня важно вот именно то, что является какой-то вот, ну, вот более энергетической как бы темой, да. То есть вот мне не интересен вопрос денег сам по себе. Даже если я говорю про цели, они меня, например, цифровые цели мотивируют, потому что они являются спортивным достижением. Да, 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 галочка. Во-вторых, у меня есть конкретные определенные идеи вообще в развитии, и я понимаю, зачем мне нужны цифры. То есть вот все эти вещи, они дают тебе какой-то вот именно сценарий будущего. То есть если ты не знаешь, зачем, что, к чему тебя ведет все это, зачем все это, то очень сложно вообще что-то хотеть. Ты крутой семьянин, мы с тобой пока ездили, общались, да, то есть мне очень понравилась твоя политика, когда мы буквально едем в машине, и ты не говоришь, вот сюда вот ходят мои дочки заниматься танцами. Да, да, у меня здесь дочка, жена. Да, вот здесь вот спортивный корт теннисный, сюда ходит моя жена, да, там она у тебя вообще спортивный достигатор. И старшая дочь, и младшая тоже любит. Да, 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 то есть ты об этом говоришь, и тебя это так сильно питает, я так понимаю, источник наполнения, наверное, основной, это все-таки семья. Да, я даже уточнил бы, это прям вот моя жена Вика, то есть я в целом весьма аскетичный человек, то есть мне в принципе, я еще и из Чертаново, если кто-то вдруг знает, что такое Чертаново, понимает, что это то место, где уровень жизни вообще, мягко говоря, нейтрально или скорее средний минус, 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 вот так вот, да, назовем это, ничего личного. Как регион, как факт, да, то есть, и поэтому цели, амбиции людей, которые как окружение там, например, находятся, считают достижением просто, например, что ты не наркоман, да, классно уже, или что ты вообще жив, да, у меня есть неудачные кейсы знакомых людей, которых уже нету, и они такие вот так, кто-то сидит там, например, внезапно, и не как мы с тобой, да, на стуле, а как-то иначе, и все прочее. Да, и базово, когда я путь предпринимательский свой начал, у меня, так как амбиции росли постепенно, то есть, я не просто, как Илон Маск такой, захвачу-ка Марс, у меня не так все было, у меня все было намного спокойнее, то есть, есть люди, которые любят рассказывать, я с самого начала знал, что все так будет, я не знал ничего с самого начала. Просто хотел. Я с самого начала просто хотел, чтобы мои идеи не пресекались, и просто понял, что единственный сценарий это сделать, реализовывать их самому, вот что меня двигало в тот момент, то есть, я ушел в предпринимательство заниматься, потому что там можно реализовать себя как следует, вот, потом я такой, первый раз заработав 100 тысяч рублей, я такой, прикольно. А когда мы, у нас с моей женой очень интересные отношения, мы как-то раз расставались на 5 лет. Ого. Да, то есть, она, и я 5 лет были в совершенно разных отношениях, мы, видимо, как-то перебирали варианты, пробовали сценарии какие-то, да, но вот как-то так получилось, так не было задумано. Прости, что это, сколько тебе лет? Мне 35. 35. Окей, дальше. Вот, и в какой-то момент я просто ей спустя 5 лет написал песню, причем не то, чтобы я прям такой напишу к ей песню, она мне пришла, я такой, что-то я пишу песню какую-то, записал ее, понял, кому ее написал, отправил ей, а ты понимаешь уже, очевидно, люблю разговаривать много, да, но в этот раз и было очень краток. Я, знаешь, что написал ей, вот, я такой, и с этого дня мы больше не достаемся уже 10 лет. Это круто, когда жена такой локомотив, который тянет. Да, и вот она как раз меня искренне двигает, достигает. Так, дожди, давай поставим это третьим фактором. Первый – это решиться, второй – это окружение, и третий – это жена. Именно так, мы просто подошли бы к этому, но ты это прям искусно прям вот почувствовал, именно так и есть. То есть, я лично, наверное, вряд ли бы хотел купить дом очень дорого, я бы вряд ли хотел менять там машины на какие-то другие. Мне вот вообще сейчас ничего это уже не нравится. Потому что ты когда-то уже можешь это позволить, ты такой, зачем это надо? Ну, нет, я думаю, что все глубоко из детства идет, всегда. То есть, на самом деле, я уверен, что многие люди просто пытаются доказать кому-то в прошлом, может быть, кого-то даже уже нет в живых, но кому-то что-то пытаются доказывать. Я как-то вот не знаю, мне вот, я люблю, наверное, доказывать себе и расти относительно себя. Вот у меня нет вообще понятия зависти уже, ну нет, я когда-то завидовал, я это не отрицаю, но это было типа лет 8 назад, последний раз в моей голове, в моей душе такое ощущалось. То есть, меня люди либо мотивируют, либо просто вызывают ощущение и чувство радости за них, и все, если цели не резонируют. То есть, типа, человек купил там, я не знаю, там, ну, или там, достиг того-то, сего-то. Если мне это интересно, я это просто беру как цель. Я такой, о, классно, спасибо, что вдохновил новая цель. Подожди, вопрос. Дом, которого взяли, сподвигла жена. Исключительно. Машина, которого взяли, сподвигла... Она хотела давно. Вот так. Бэху, вот этот, Ик-6. Да, да, да. Сподвигла жена. Именно так. Но ты же тоже от этого получил кайф. Да. Или, нет, нет, вопрос к Курмса. Ты получил кайф от того, что вы это купили, или ты получил кайф от того, что ты смог это позволить, из-за того, что радуется жена? Ты знаешь, мне кажется, второе. Второе. Вот это мужское прям... Да, да, да. То есть, если, вот, блин, мне вот иногда даже она говорит, так, надо там, вот тебе купить такую-то одежду, ты же публичный человек. Я такой, блин, хорошо. Это у нее все девушка подбирает. Вот, понимаешь, я все прекрасно это понимаю, у меня так же все. Но при этом я, конечно, не отрицаю, что это клево. Ну, то есть, типа, ходить как оборванец, конечно, это не прикольно. Но вот я, например, очень люблю в деревне ходить, знаешь, вот, я одеваю огромные резиновые сапоги. Вот мы в деревню летом нередко ездим, там мы небольшой домик, который построили. В общем, я там прям вот вообще максимально, вот там вся моя душа раскрывается максимум. То есть, я хожу в резиновых сапогах нелепых, в каких-то грязных шортах, там, знаешь, потому что всем похрену. Там, это 300 километров всего лишь от Москвы, но там прям люди, они как-то проще, все проще. Да, да, абсолютно. И вот это мой какой-то вот прям рай вот там, прикинь. То есть, но я решил его сделать здесь и не только себе, а моей семье. То есть, дом, в котором ты выходишь сразу на, ну, доступ к земле, это важно иметь. Мы в ней все равно окажемся так или иначе, но надо его иметь. То есть, вот в домах мы жили на 20 этаже, но это жесть какая-то. То есть, я, если честно, я такой, блин. Ну, это каждому свое. Каждому свое. Смотри, ты снимаешь этот дом за сколько? За 250. А там взяли? Ну, это вот соседний ваш дом, который взяли. Ну, не соседний, но я не знаю, стоит ли провоцировать налоговую, там, еще что-то. Ну, короче, очень дорого. Очень дорого. Сот метров не может быть недорогим домом, ну, объективно. А, ну, подожди, прям дом, не вот… Дом, дом. Участок, дом. И там тоже есть сауна? То есть, сауна… Там даже есть слегка бассейн. Слегка бассейн. Красавчик. Я искренне считаю, что за вот каждым сильным мужчиной стоит сильная, амбициозная и мудрая женщина, потому что она должна условно как-то вот, ну, как бы хотеть. Потому что если человек, вот представь, просто на секунду, если, предположим, жена вообще очень слабо, очень мелко, очень неамбициозно, и ей вообще все нормально. Прикинь? То есть, она такая, ну, а что? И это вот, знаешь, как там вот старые поколения, они такие, ну, а где родился, там им пригодился. Мы же даже без женщин. Или там, да пусть хоть ты за это благодарен. Да я тоже за все благодарен. Но ведь это же не значит, что надо останавливаться в развитии. На самом деле, мы без женщин очень, ну, не знаю, как у тебя, если вот я на себя проецирую, мне, вот у меня была цель, там, машина, условно, там, в 16 лет я капец как хотел машину. И когда появилось возможность взять ту машину, которую ты хотел, на которой, знаешь, картинки ты прямо смотрел и на айфон, там, ставил себе на заставку, и ты такой, все, а я больше не хочу. А потому что ты уже можешь себе позволить, как будто бы, ну, и больше. Да нет, ценности просто меняются. Да, 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 и ценность поменялась. А когда появляется человек в твоей жизни, который драйвит тебя и показывает тебе, смотри, это так круто, вот наша общая цель. Да, да, нет, вот просто, блин, я вот ей супер благодарен. То есть мне даже просто, прикинь, я себя чувствую примерно как в первобытности, такой просто, знаешь, типа вот женщина, она такая, типа, нужна еда. Да, я такой, все, понял, пошел фигачить, да, то есть все, у меня все понятно, мне здесь вообще, как бы, даже ничего не надо объяснять, типа, нужен дом. Я такой, все, понял, поехали, работаем. В общем, Слав, ты очень интересный человек. Огромное тебе спасибо за эту встречу, за интервью. И, ребят, обязательно подписывайтесь на соцсети Славы, потому что Слава делится пользой у себя в телеге, у себя в институте, ссылочки скинешь, мы оставим. Да, у меня есть, ну, это такой профессиональный ресурс, телеграм-канал, где про маркетинг, про стратегии, про рекламу, то есть вот там все. Кому было полезно, пожалуйста, welcome, плюс Слава у нас еще будет спикером на нашей курсе. Ты согласился, большое тебе спасибо, и я думаю, что, что бы вот ты пожелал предпринимателям, которые, давай возьми, что ты, прежде всего, посоветуешь предпринимателям, которые вот только начали, и предпринимателям, которые уже действующие? Давай прям, да, только начали это доводить до конца дела. Важная особенность у нас у всех из-за всяких психологических особенностей есть много всяких страхов, переживаний, мы иногда любим усложнять или там чего-то боимся. Доводите до конца каждое начатое дело, потому что если дело брошено наполовину, мы не знаем, что бы могло получиться в итоге, да, и даже если получилось бы плохо, не имеем возможности осознать и извлечь опыт. Поэтому первое, доводить до конца, это совет, в принципе, любому уровню предпринимателей, на мой взгляд, это первое. А тем, кто является предпринимателями уже действующими, эффективными, я бы, наверное, пожелал в первую очередь, ну, наверное, найти какую-то более грандиозную мотивацию, кроме денег, если вдруг она только такая. Только материальная. Пытаться как-то находить какие-то векторы, направления, куда двигаться, ну, вот, прям, тем, кто уже с цифрами, наверное, круто найти себя. Вот, искать себя искренне и найти. Вот, такое вот пожелание. Я считаю, что вот мы с Сашей Пешковчиком делали самое ценное – это время, удивленное. Давай за самый креативный комментарий. Можно ли, ну, разыграть с тобой, выбрать самый креативный комментарий и сделать консультацию, часовую, например. Да, с удовольствием. По продвижению товара, возможно, по выбору нижней. Да, да, то есть я любитель вообще копаться, помогать, так что с удовольствием час. Давайте только так, смотрите. Я очень люблю тему так называемых идеальных вопросов. Это опять я себе там все придумал, там существуют идеальные вопросы. Хотя Гондопас меня вдохновил на эту мысль. Я смотрел как-то много лет назад его подкаст или слушал, уже не помню. И там была тема правильных вопросов. Правильных вопросов. Ну, во-первых, есть вопросы, которые деструктивны. То есть, типа, есть люди, которые искренне задают себе вопрос, что же я за дурачок, почему у меня ничего не получается. И находят ответы. И еще, к сожалению, мозг ищет на это ответы. Классные вопросы – это которые просто, я это называю, превращают ситуацию в идеальный мир. А уже оттуда можно попробовать какие-то делать небольшие компромиссы. Поэтому задавайте идеальные вопросы, потому что они содержат ответы. Поэтому за лучший вопрос максимально точный, максимально крутой. И, пожалуй, давайте так. Задайте мне какой-то такой вопрос, который бы смог продолжить нашу беседу в этой консультации. Ну и, собственно, например, удвоить ваши результаты за короткий срок. Короче, задайте такой вопрос, сформулировав который, вы… Ну, скажем, найдя ответ на который, вы сможете значимо изменить свой результат, жизнь, ну что-то такое. Получить желанный результат. И, кроме того, я думаю, что будет круто написать то, что вы не знали. Какой-то инсайт из нашей с тобой беседы. Да можно и так. Ну, давай так. И то, и то. Интуитивно. Да. Сделаем так, что вот просто лучший вопрос, вот что бы это ни значило, вместе посмотрим. Из, наверное, самых залайканных, просто выберем несколько таких самых бодрых. И вот искренне от души посмотрю и пойму. Просто, понимаешь, вопросы, они говорят о людях очень много. Если человек спрашивает шелуху, да, там, из серии, а существует ли переспам SEO в карточке товара. Да твою мать. О чем же нам удастся поговорить так классно целый час, что, наверное, так бы не хотелось. Да, хочется что-то поглубже, помощнее. Поэтому просто выберем лучший вопрос из самых таких каких-то залайканных давай. И с удовольствием часочек займемся вашим развитием. Может быть, философски, ментально, бизнесово, может быть, комплекс. Сделаем. Все, супер. Большое тебе спасибо сразу за уделенное время. От души. Круто поболтали. Спасибо тебе за, в общем, классные вопросы. И вообще тоже очень приятно провел время. Спасибо. Ну что, ребят, подписывайтесь обязательно на канал. Ставьте лайки, если вам были полезны такие выпуски. И я думаю, что они действительно это кладезь информации, которую поделился сегодня Слава. И подписывайтесь также на каналы ВТГСлавы, на его инстаграм, социальные сети, потому что там он продолжает всем этим делиться. Я вам желаю хороших продаж. И до новых встреч. Да, и счастья, здоровья. Это бизнес. Бизнес Китаем. Это бизнес Китаем. Высокая маржа. Это тоже бизнес Китаем.